Так, ну что, мы тогда сегодня разбираем, пытаемся обсуждать статью Дорит Барон, которая называется «Антиреализм и знание говорящего». Я решила сильно тут не мудрить с переводом этого самого спикера, как совершающего высказывания или ещё что-то там. Поэтому вот называем его говорящим. И дальше я по тексту слайдов, по тому, как я буду рассказывать, я там буду подсказывать выражение носителя языка. Вот там, соответственно, тоже стоит англоязычный спикер, то есть мне что-то просто как-то лучше зашло стилистически на русском, когда мы говорим про носителя языка, нежели вот про говорящего. Хотя на самом деле тут тоже есть один важный момент, и про него следует упомянуть, потому что всё-таки в данном случае, когда мы говорим про спикера, то есть мы говорим про того, кто говорит, а вообще-то есть ещё в коммуникации со спикером, ещё есть и тот, кто слушает, то есть тот, кто воспринимает вот этот самый hearer. И в принципе, когда мы говорим про носителя языка, то носитель языка у нас одновременно, в общем-то, может выступать и в качестве спикера, и в качестве hearer, то есть в качестве говорящего и в качестве слушающего. Очень часто, когда в различных исследованиях, тоже по семантике, по прагматике естественного языка обсуждают знания говорящего, как говорящий передаёт свои интенсии, или как слушающий распознаёт эти интенсии, или как он распознаёт значение слов, определяет пропозиции и прочее, очень часто говорят исключительно про спикера, то есть про говорящего. А вот что как бы как пытается понять всё, что происходит вот этот наш слушающий, это как-то обычно уходит на второй план. Не могу сейчас вспомнить, кто, но я читала тоже где-то статью, где кто-то высказывал сомнения относительно того, что вот в семантике и в прагматике естественного языка есть некоторый такой перекос в сторону обсуждения проблем именно с позиции говорящего, и как бы забывание про то, что вообще это есть ещё и слушающий. И когда мы пытаемся предложить там какую-нибудь семантику или прагматику естественного языка, в общем-то, неплохо ещё обращать внимание и на того, кто слушает, а не только, соответственно, говорить про говорящего. Поэтому, когда у меня дальше по тексту, по слайдам будут встречаться носители языка, помните, пожалуйста, что там в оригинале стоит спикер, и в принципе, наверное, в каком-то смысле и барон, и тамета, про которого она здесь тоже будет много очень сильно говорить, тоже можно обвинить вот в этом, скажем так, перекосе в сторону говорящего и забывании про слушающего. Хотя вот как я буду использовать термин про носителя языка, вроде кажется, что нет, не забывает, потому что носитель языка, он и говорящий, и слушающий. Но вот в оригинале у неё стоит спикер, это просто как бы я как-то так чисто стилистически сделала, но вот такой дисклеймер я вам осуществила. Так, структура статьи, то есть что нас ждёт. У неё четыре пункта в статье, то есть небольшое введение, где она ставит проблему основную, говорит, что она будет делать, пытаться на протяжении этой статьи. Дальше затем она расскажет нам про обращение к знанию говорящего с позиции антиреализма, то есть как антиреалисты, в общем-то, представляют себе это самое знание говорящего. Затем в третьем пункте будет рассказано про природу семантического знания говорящего, то есть что это такое, к чему его можно свести или его к чему-то нельзя свести. Ну и, наконец, закончат возможностью обсуждения всё-таки реалистской семантики в контексте вот того, как она на основании работ других авторов определит это самое знание говорящего, природу семантического знания говорящего. Попробуют так или иначе спасти эту реалистскую семантику. Итак, собственно говоря, введение она начинает с того, что рассказывает нам про Дамита и про его антиреалистскую критику, которая, соответственно, направлена на понятие трансцендентной истины, которая принимается, соответственно, в реализме. И Барон говорит, что вся эта антиреалистская критика Дамита она также предполагает критику и реалистской семантики, чья задача, соответственно, заключается в определении значений выражений в терминах условий трансцендентной истинности. Ну, то есть классически мы пытаемся определить условия истинности некоторого предложения, но эти условия истинности, они в рамках реалистской семантики являются трансцендентными по отношению, соответственно, к носителям языка. Ну и, соответственно, эта же антиреалистская критика, которую Дамит осуществляет, она опирается на определенное представление о вистическом или языковом знании, которым владеет говорящий. Здесь вот она тоже говорит, что можно в философии языка встретить два противоположных лагеря, сепаратизм и унификационизм. То есть сепаратисты, они утверждают, что семантические факты принципиально отличаются от каких-либо других эмпирических фактов, но и, соответственно, семантика не может строиться, то есть семантическая теория не может строиться как какая-либо другая теория в рамках эмпирической науки. Ну, потому что раз факты принципиально разные по природе, значит, и теории тоже в итоге должны быть принципиально разные. А унификационизм, соответственно, унификационисты говорят, что семантические факты ничем от любых других эмпирических фактов не отличаются. То есть это точно такие же факты употребления слов носителями языка, опять же, в каком-либо там контексте коммуникативной ситуации. И, значит, семантическая теория, она строится на этом эмпирическом уровне, то есть то, как люди говорят, то, как люди что-то там понимают, придают какие-то значения словам и предложениям. И, соответственно, теория тоже ничем не будет отличаться от любой другой эмпирической теории, что там химия, физика, биология, что, соответственно, семантика. Принципиальных различий нет. Здесь она отдельно тоже делает реверанс в сторону Клайна о том, что Клайн немножко выпадает из этих двух лагерей, что его можно свести, соответственно, позицию к тому, что семантических фактов вообще не существует. Но, конечно, здесь речь идет о тезисе лингвистической относительности, и вот, соответственно, там всем нам известно Гавагай, что, в общем-то, семантических фактов в принципе невозможно обнаружить. В поддержку сепартизма, то есть для семантики естественного языка, как теории значения, важным является три следующих момента. То есть почему они, сепартисты, считают, что их позиция, соответственно, лучше, чем позиция унификационистов. Потому что факты естественного языка зависят от носителей языка, которые этим языком пользуются. Естественно, факты физики, химии и биологии, факты, которые изучает физика, химия и биология, они от носителей языка и от носителей этих фактов в каком-то смысле не зависят. В случае с естественным языком у нас есть конкретные люди, которые этим языком пользуются. Ну, не только люди, может, какие-то опять искусственные агенты, но, соответственно, именно эта практика определяет специфику семантических фактов. Ну, вообще, в принципе, фактов естественного языка, не только семантических. Во-вторых, факты естественного языка еще зависят от ментальных состояний говорящих, то есть то, что можно назвать психологией, психические состояния, соответственно, в случае, когда мы говорим про факты физики, химии, биологии, опять же, они не зависят от ментальных состояний говорящих, они есть как таковые все. В случае, соответственно, когда мы говорим о языке, по всей видимости, язык зависит от того, кто им пользуется, и если тот, кто им пользуется, имеет некоторые ментальные состояния, то он предпочитает их выражать, соответственно, при помощи этого самого естественного языка. Ну, и, наконец, факты естественного языка зависят от языковых суждений, которые выносят говорящие. То есть в зависимости от того, что мы сформулировали, что мы именно утверждаем, от этого, соответственно, будут зависеть эти самые факты естественного языка, ну, там, семантические или еще какие-то. Здесь нам, соответственно, барон дальше говорит о том, что самый последний аргумент, он выглядит наиболее проблематичным, то есть вот как раз про зависимость от языковых суждений. Так как факты о значениях выражений должны, в принципе, быть эпистемически доступны говорящим. А когда мы начали в третьем пункте говорить о языковых суждениях, мы автоматически начинаем говорить о том, что эти суждения могут быть либо истинными, либо, соответственно, ложными. А если мы говорим про истину или про ложь, то значит, у нас автоматически начинает возникать эпистемический контекст. И, соответственно, предполагается, что если мы предполагаем, что факты естественного языка действительно зависят от осуждений языковых, то тогда получается, что и факты о значениях выражений должны быть, в принципе, эпистемически доступными для говорящего. Можно, соответственно, если мы будем понимать эпистемическую доступность как верифицируемость, то тогда можно назвать эту позицию, как предлагает Барон, семантическим верификационизмом. Семантические истины должны быть верифицируемыми говорящими. То есть в каком-то смысле она там делает тоже небольшой такой реверанс в сторону того, что, скорее всего, это даже не теория, вот этот семантический верификационизм, и не концепция, не какая-то позиция, не точка зрения, а это, скорее, некоторое ограничение на теорию значения. То есть это некоторое требование, которому должна соответствовать наша теория значения, когда мы ее разрабатываем, для того, чтобы можно было ее считать, соответственно, успешной, адекватной и так далее. То есть если есть какие-то семантические истины, то они должны быть доступными говорящим, ну и, соответственно, если они доступны, то доступность понимается как проверяемость, верифицируемость. Сама Барон, в принципе, планирует поставить под вопрос вот эту стратегию рассуждения Дамита и Райта, потому что все, что было на предыдущем двух слайдах, Барон фактически нам рассказывала позицию Дамита и его антиреалистская направленность этой позиции. Ну вот она пытается поставить под вопрос стратегию рассуждения Дамита и Райта, согласно которой можно перейти от идеи семантического верификационизма, то есть вот этого ограничения на теорию значения, критики метафизического реализма. Метафизический реализм, соответственно, она формулирует тоже достаточно просто о том, что существуют истины, которые недоступны нашим методам верификации. И вот она говорит, что у Дамита и у Райта, то есть у антиреалистов, можно обнаружить вот такую двухчастную аргументацию, то есть, ну, скажем так, разорнутую аргументацию, опять же. Первая часть этой аргументации предполагает, что мы переходим от утверждения о том, что истинные значения должны быть, в принципе, быть верифицируемы, то есть вот от семантического верификационизма, к утверждению о том, что ни одно высказывание не может иметь трансцендентные условия истинности в качестве своего значения. То есть от семантического верификационизма мы переходим к отказу от реалистской семантики. То есть то, как раз, о чём мы говорили. А затем, после того, как мы отказались уже от реалистской семантики, мы переходим к отказу от реалистской метафизики, то есть от утверждения о том, что трансцендентные условия истинности не могут выступать в качестве значений выражения естественного языка к утверждению о том, что истина связана с верификацией. То есть вот структуру аргументации антиреалистов Барон предлагает вот такую и говорит, что она будет пытаться в данной статье фактически ставить под вопрос первую часть этой аргументации, вот ту, которая буковка А у меня выделена здесь жирненьким цветом. То есть она попробует показать, что вот этот переход от семантического верификационизма к отказу от реалистской семантики, он не обоснован. Ну или если обоснован, то обоснован плохо. И, соответственно, сама Барон говорит, что я не собираюсь, соответственно, пытаться опровергнуть антиреализм или пытаться защитить реализм и прочее. Я просто хочу показать, что, соответственно, вот в такой структуре аргументации, вот при такой аргументации переход от семантического верификационизма к отказу от реалистской семантики, он плохо обоснован. То есть если хотите, ищите какие-то другие способы аргументации, но вот здесь, соответственно, аргументация не проходит. Ну и, соответственно, дальше она начинает у нас первый пункт уже содержательной своей статьи. Значит, мы стандартно предполагаем, что основная задача для теории значения естественного языка – это определить значение произвольного выражения на этом языке. Ну, то есть под выражением можно понимать как минимальную, соответственно, опять же, тоже какую-то лексическую единицу, которая обладает значением, а можно, соответственно, и уже более сложные какие-то конструкции подразумевать. То есть выражением может быть как слово, так и словосочетание, так и цельное предложение. И значение всего этого нам неплохо бы определить. В принципе, на самом деле еще можно определять и значение морфем, из которых у нас лексемы складываются. Поэтому, в принципе, на самом деле теория значения, она может уйти на более глубокий уровень. Но понятно, что когда мы говорим вот про семантику с традиционной точки зрения, мы, конечно, говорим про значение предложения. Мы можем, соответственно, поставив себе такую задачу, занять такую эмпирическую точку зрения, то есть решать эту задачу, используя эмпирический подход. То есть мы можем начать описывать и объяснять языковые способности настоящих носителей языка. Ну вот в оригинале, соответственно, спикеров. Даммит как раз тоже придерживается такого же эмпирического подхода к построению теории значения и полагает, что эмпирическая теория значения должна фактически быть теорией понимания языка его носителя. Если пойти вслед за Витгенштейном, то понимание некоторого выражения на естественном языке в данном случае для, опять же, некоторого агента или носителя – это способность этим агентом или носителем использовать это выражение в различных контекстах. Соответственно, значение равно использованию потребления. Наша стандартная условия истинностная семантика задает условия для корректного использования выражений, а значит, эта теория объясняет, что именно схватывают носители языка, когда они утверждают, что они знают значение некоторого выражения, но, опять же, предложения. В данном случае они знают условия истинности выражения, ну, предложения. В таком случае у нас получается, что если мы пойдем в рамках этого разворачивать этот подход дальше, то условия истинности оказываются трансцендентными, опять же, по отношению к их верификации. Теориалисты полагают, что носители не могут владеть знанием, которое им приписывают реалисты, так как у них нет эпистемического доступа к трансцендентным условиям истинности. Такие условия истинности не могут выступать в роли условий корректного использования выражений, которые были бы известны носителям языка. Соответственно, когда мы заставляем носителей языка в рамках условия истинностной семантики знать истинность предложений, знать истинность некоторых выражений для того, чтобы понять в итоге значение всего предложения, мы предъявляем к ним повышенные требования. Ну, конкретно не совсем полностью ко всем носителям целиком, но конкретно вот к эпистемическим способностям носителей. То есть они каким-то образом должны иметь доступ к этим самым трансцендентным, по отношению к верификации истинам и каким-то образом уметь их верифицировать. То есть только тогда, когда ты их верифицировал, ты можешь сказать, что ты знаешь эти условия истинности и ты понимаешь значение предложения. Ну, вот антиреалист утверждает, что такая ситуация, в общем-то, невозможна. Ну и, значит, те теории значения, которые предъявляют повышенные требования к носителям языка, от них нужно отказаться. То есть вот эта самая реалистская семантика, она хуже, чем антиреалистская, потому что, соответственно, выше требования. Вот в каком-то смысле можно эту идею сформулировать как в формате ограничения на семантическое знание, как барон говорит, и заключается оно в следующем. Этирическая семантика должна предоставлять в качестве истин о значениях выражений только такие пропозиции, про которые можно сказать, что компетентные пользователи языка могут их знать. Ну, там, опять же, в оригинале стоит, по-моему, говорящий, то есть спикер там используется. Соответственно, если мы хотим объяснить, как на самом деле носители языка понимают значение выражений, значит, истинной о значении таких выражений должны быть те пропозиции, которые доступны для верификации, доступны, соответственно, компетентному пользователю этого языка для того, чтобы он мог их знать. Ну, и в таком случае тогда мы понимаем, что эмпирическая теория значения, которую мы хотим построить, она должна предоставлять рекурсивное определение значений выражений на основе некоторого ограниченного количества аксиом, которые тоже определяют эти значения выражений. И, соответственно, в такой теории, как нам говорит барон, будет два вида истин. У нас будут истины о значениях ограниченного количества базовых терминов, то есть это будут наши аксиомы теории, и истинные о значениях некоторых сложных предложений, которые формулируются из этих самых базовых терминов. То есть это будут наши теоремы теории. Мы их будем как раз-таки выводить из этих самых аксиом, которые у нас здесь имеются. Ну, еще, конечно, нам нужно будет правило того, как нам эти базовые термины друг с дружкой можно соединять, то есть мало знать только аксиомы теории надо, соответственно, ну, вот как здесь они сформулированы. Надо еще знать, как соединять эти базовые термины друг с другом. Но, в принципе, как бы от этого сильно не меняется структура теории. И вот это самое СК-ограничение, я решила не переводить никак, оно требует, чтобы и аксиомы, и теоремы эмпирической нашей семантики они репрезентировали пропозиции, которые носители могут знать. То есть, опять же, они имели эпистемический доступ. То есть и к аксиомам, и к теоремам. В других областях знания эмпирические теории подобных ограничений не имеют. И, опять же, это введение этого ограничения СК, оно обосновывается тем, что семантика касается того, что уже знают носители языка. То есть у нас происходит переход от утверждения, что семантическая теория объясняет то, что знают говорящие, к утверждению, что говорящие знают истины этой теории. И истины касаются аксиом и, соответственно, теорем. То есть, опять же, предполагается, что когда мы строим эмпирическую теорию физики, химии и биологии, мы не требуем от носителей, от носителей, от людей обычных, соответственно, знать аксиомы и теоремы этих теорий для того, чтобы, соответственно, не знаю, можно было там воду заморозить, например, и так далее. Вполне, соответственно, люди могут встречаться с предметами, объектами окружающего мира и производить с ними какие-то действия, не зная об аксиомах и теоремах, которые, соответственно, существуют в теориях, объясняющих, почему там вода замерзает, когда она опускается, температура опускается ниже нуля градусов. В ситуации с языком, опять же, с вот этой вот спецификой, спецификой языковых фактов, из-за того, что фактически язык – это то, чем пользуются реальные носители языка, реальные люди, ну или, может, там еще какие-то агенты искусственные, получается, что на эмпирическую теорию накладывается вот какое-то такое отдельное ограничение, которое в обычных, соответственно, теориях научных и такое ограничение не встречается. Получается, что мы же как раз вот говорили о том, что это такая сепаратистская позиция, сепаратистское настроение. Ну вот, соответственно, в рамках этого сепаратизма мы продолжаем рассуждение. Соответственно, вот повторю опять же эту мысль, что если мы вводим это СК-ограничение, то мы говорим о том, что мы предполагаем, что семантическое знание, которым обладают говорящие, обладают там наши носители языка, оно является пропозициональным знанием. Ну, потому что, соответственно, мы же предполагаем, что это некоторые аксиомы и теоремы теории, значит, они должны иметь, ну, в общем-то, быть, они должны иметь возможность быть выражены в некоторых предложениях. А предложения у нас выражают некоторую пропозицию, значит, и если мы говорим о том, что наши носители языка знают аксиомы и теоремы, и семантические теории, то это означает, что они обладаются как раз-таки пропозициональным знанием. Ну, и возникает вопрос, так ли это, действительно ли, соответственно, семантическое знание, которым обладают носители языка, является пропозициональным. И как раз-таки в связи с этим вопросом Барон переходит к следующему, получается, второму пункту, содержательному второму пункту своей статьи, как раз где пытается разобрать вопрос о природе семантического знания говорящего, то есть что это за знание такое, знание семантики. Она говорит, очень часто, соответственно, мы работаем при определении семантики на основании допущения о том, что знание семантики – это знание как. Ну, вот в рамках этой стандартной дихотомии между знание как, знание что там, знание… Вот, в общем, то, про что нам Рассел рассказывал. Однако она говорит о том, что вообще-то надо различать как минимум три типа того, что значит вот это самое знание как. Для теории и, соответственно, что происходит относительно знания положений аксиом и теорем в рамках, соответственно, теории вот таких разных видов знаний. То есть вот три вида знаний, я их так обозначила кратко, первый тип, второй тип и третий. Значит, первый тип – это предполагается, что да, действительно, это есть некоторое знание как, когда, соответственно, агент знает, как там, например, переваривать пищу, знает, как дышать, знает, как ходить и так далее. То есть у нас есть некоторые теории, которые объясняют, как происходит процесс пищеварения, процесс дыхания и хождения. Но вот очевидно, что для теории, которые объясняют способность делать что-то, вряд ли стоит говорить о знании агентами положений этих теорий. То есть когда человек там дышит, он вполне себе может и не знать, что происходит, тем не менее все равно уметь это делать. Соответственно, незнание аксиом, незнание теорем, теории, которые объясняют, нам дыхание, оно в данном случае вообще неприменимо. То есть, в принципе, даже говорить, наверное, о знании, о том, как переваривается пища, о знании, о том, как я дышу, о знании, как я хожу в отношении меня самого, как агента, того, кто осуществляет эти действия, вообще говорить не стоит. Если я там, соответственно, врач, медик, который изучает, как это там функционирует и прочее, тогда, наверное, можно. Но в данном случае речь идет не об этом. То есть способность делать что-то у меня есть, однако знания как такового, не теорем, не аксиом, у меня этой способности нет. Вот когда речь переходит уже, заходит, точнее, о приобретенных навыках, или, как вот она формулирует, практических способностях, например, ездить на велосипеде, плавать, говорить о знании уместно. И это, в общем-то, как раз-таки есть те самые парадигмальные примеры знания как, о котором все всегда и говорят. Однако, опять же, этот тип знания, вот это знание, которое приобретает человек в результате обучения, оно, очевидно, не опирается на знание пропозиций теории. Но, опять же, классический пример, что я могу выучить на бумажке, соответственно, прочитать учебник о том, как ездить на велосипеде, однако, соответственно, выучив все пропозиции, связанные с ездой на велосипеде, мне никак это не поможет, соответственно, сесть на велосипед и поехать. То есть приобрести это самое знание как, приобрести эту практическую способность, приобретенный навык и так далее. Ну и, соответственно, у нас есть некоторый третий тип знания как, который можно выделить. Это некоторое тоже умение, практические способности, но они, эти практические способности, их приобретение, оно базируется на некоторой интериоризации некоторых правил. Соответственно, правила, они у нас выдаются, формулируются как раз-таки через указания этих самых пропозиций. Вот примеры, которые она приводит. Знать, как приготовить торт, как построить каноэ, как починить карбюратор, как играть в игры типа шахматы или еще чего-то. То есть там, где есть какие-либо правила. Тогда знать, соответственно, как играть, я знаю, как играть в шахматы, означает, что я, соответственно, интериоризировал внутрь себя правила игры в эти самые шахматы. И когда я играю в шахмат, я демонстрирую свою способность, знание, как играть в шахматы, я сознательно следую вот этим самым интериоризированным инструкциям, интериоризированным правилам. Вот этот последний, третий тип, знание как, можно свести к пропозициональному знанию. То есть знать, что делать на разных этапах выполнения некоторой задачи, задание, и плюс, соответственно, можно дать инструкцию. Ну а раз инструкции, значит, мы их формулируем на языке, значит, у нас есть предложение, значит, они выражают, представляют собой как раз таки это самое пропозициональное знание. Но, тем не менее, она говорит, что нужно осознавать, что существуют разные типы практических способностей, некоторые из которых могут включать в себя пропозициональное знание. Следовательно, стандартная дихотомия, практическое знание и пропозициональное знание, когда мы практическое знание сводим к знанию как, а пропозициональное знание сводим к знанию что. Она, в общем-то, не очень корректна. Тут вот, соответственно, идет ссылка уже на Даммита в контексте того, что мы пытаемся определить, вот, опять же, специфику вот таких вот теорий, которые объясняют нам вот это самое знание как. Вот цитата, значит. Тогда теория значения, раз, ну, конечно, Даммит же говорит нам про язык, тогда теория значения будет репрезентировать имеющуюся у говорящего практическую способность как заключающуюся в схватывании множества пропозиций. Но знание этих пропозиций, приписываемое говорящему, может быть только имплицитным знанием. Таким образом, когда Даммит нам формулирует и говорит о том, что знание семантики – это, в общем-то, практическое знание, это некоторая практическая способность, которая есть у носителя языка, он имеет в виду, что практическая способность должна включать в себя вот некоторые три основные характеристики. Во-первых, ну, то есть, нужно что знать? Значит, это знание должно быть имплицитным, предметом этого знания должны выступать пропозиции, хотя вроде как мы говорим про практическую способность. Точнее, наоборот, значит, практическая способность, она должна включать в себя знание, это знание должно быть имплицитным, и знание чего? Знание, соответственно, вот этих пропозиций, которые используются в самой теории значения уже для репрезентации этой способности. Если мы посмотрим вот на это заданные необходимые достаточно условия практической способности по Дамме, то если мы посмотрим, обратимся вот к трем типам знания, про которые у меня было написано на предыдущем слайде, то мы увидим, что у первого типа, то есть это вот про пищеварение, дыхание, хождение, у них, соответственно, нет условий, не соблюдаются условия А и С, то есть они не являются знанием, мы как раз сказали, что вряд ли можно говорить о том, что это знание, и, соответственно, пропозиций тоже никаких нет, хотя оно является имплицитным, то есть мы имплицитно, можно сказать, что мы имплицитно знаем, как дышать. У второго типа, соответственно, когда мы говорим про какие-то практически приобретенные навыки, то есть ездить на велосипеде, у него отсутствует, соответственно, свойство цен, то есть да, это уже знание, мы согласны называть это знанием как, да, оно имплицитное, но, соответственно, пропозиций никаких нет, ты выучился кататься на велосипеде и, соответственно, поехал, никаких пропозиций тебе особо тут не нужно для того, чтобы это узнать. Ну и, наконец, у третьего типа, когда мы говорим про интериоризацию правил, типа вот играть в шахматы, знания есть, пропозиции есть, потому что как раз-таки это некоторые правила, но вот, соответственно, имплицитности-то нет, потому что происходит интериоризация, можно сказать, это знание фактически, оно является эксплицитным, но только потом, соответственно, становится имплицитным, ну, интериоризирующимся, так сказать. То есть у третьего типа отсутствует свойство B. Таким образом, получается, что у нас ни одно из трех, ни один из трех типов знания как не попадает под понятие быть практической способностью с точки зрения дамита. Ну, соответственно, дамит задается вопросом, существует ли такой тип практического знания, вот эта вот практическая способность, которая одновременно будут соблюдаться, ну, то есть, во-первых, оно будет знанием, во-вторых, оно будет имплицитным и, соответственно, будет связано с предметом этого знания, будут выступать пропозиции. То есть чтобы, соответственно, знания могли одновременно иметься B и C, потому что вот второй и третий тип-то они у нас, конечно, а в них наличествуют, они оба знания как. Но у одного есть B, нету C, у другого, соответственно, есть C, нету B. Можно ли найти такое знание, у которого есть и Б, и С. И Дамит дает ответ на этот вопрос, что да, на самом деле есть такой тип практического знания отдельный, то есть его нужно вынести в четвертый тип. Это семантическое или, соответственно, языковое знание, которое как раз-таки находится между двумя крайностями. Ну, то есть с двух краев. С одной стороны у нас эксплицитное теоретическое знание пропозициональное прямо полноценно, а на другом краю у нас находится простое практическое знание, как сделать что-то, что можно, соответственно, выучить, то есть он знание как. То есть фактически мы приходим с вами к ответу о том, что природа семантического знания говорящего вроде как заключается в том, что оно вот занимает это промежуточное положение между эксплицитным пропозициональным знанием и имплицитным знанием как. Какой аргумент приводит Дамит? Что в случае классических примеров практического знания, то есть знания как, новичок может определить, что это такое, то есть что вот это вот происходит сейчас, еще сам не умея выполнять данную активность. Ну, там, не знаю, например, можно определить, что вы строите каноэ или что вы там, соответственно, едете на велосипеде, даже самому не умея это делать. Вы смотрите, что это велосипед, вы смотрите, что это человек, и, соответственно, видите, как он велосипед использует для передвижения. И вы там потом говорите, я там не умею ездить на велосипеде. То есть вы понимаете, что это такое, что это перед вами происходит, но сами вы эту активность выполняете не в состоянии еще пока, то есть этого знания как у вас нет. Вот с языком так, соответственно, не получится. Новичок в языке, то есть тот, кто прям вообще еще не является пользователем языка, он не сможет определить, что это такое. Задавать вопросы, указывать на объекты, то есть осуществлять референцию, делать некоторые утверждения и так далее. То есть все различные форматы действий, которые можно осуществлять, умея пользоваться языком. И, соответственно, пока наш новичок не обретет знания языка, то есть он как раз-таки приобретает это знание языка, он и научается задавать вопросы, осуществлять референцию, делать подтверждения и прочее. И вот пока он не научится это делать, он не сможет определить, что, соответственно, за деятельность перед ним происходит. Вот он говорит, что единственное, барон указывает, что, да, говорит, что единственным исключением, наверное, тут в данном случае может быть фонетическое знание. Но, если честно, там развернутой аргументации про фонетическое знание нет у нее. У меня, на самом деле, тут тоже сомнения возникают, но, может быть, мы это потом с вами отдельно обсудим. Ну и, соответственно, в продолжении этого аргумента, да, это что значит обучение языку? Это обучение тому, что делать, а не просто как это что-то делать. То есть, когда мы обучаем людей знанию как вот типа там 2 и 3, мы их обучаем, как делать что-то. А когда мы обучаем, соответственно, людей языку, мы обучаем их тому, что делать, а не как это делать. Потому что, значит, если бы мы их обучали тому, как делать что-то, они бы могли уже заранее определить, что это такое, и мы бы, соответственно, потом их просто научили, как это делать, как там ситуация с каноей, с шахматами и так далее. А в данном случае с языком так не получается, то есть мы фактически обучаем вообще вот самой деятельности, самой сути этой деятельности. Ну и, соответственно, да, вот предварительно идентифицировать это что-то до приобретения этой способности не получится. То есть вы не сможете распознать язык, соответственно, действия, которые делают люди в языке, сами уже не зная, что это такое. То есть вот такая вот уникальная способность, соответственно, владения языком. Обратите внимание, что как-то очень плавно барон в данном случае переходит от обсуждения семантического знания к обсуждению знания языка вообще. Очевидно, что знание языка вообще, оно заключается-то не только в семантическом знании. И у нее прям по тексту, особенно вот со второй части, периодически начинается в одном, там, не знаю, абзаце, она говорит про семантическое знание, дальше она продолжает аргументы, начинает говорить уже про языковое знание в целом. У меня возникают большие вопросы, потому что, соответственно, одно дело семантическое знание, а другое дело знание языка вообще. То есть периодически сама аргументация, которая здесь встречается, и само там обсуждение, само изложение, которое, да, метовское происходит, она у нее где-то, я не скажу, что это прямо смешение, но, скажем так, некоторые скачки от семантического знания к знанию языка вообще и в обратную сторону от знания языка вообще к знанию семантики, они у нее периодически по тексту случаются. И, соответственно, это тоже вызывает довольно много вопросов. Дальше, соответственно, она снова нам говорит о том, что и да, метрайт, то есть антиреалисты, видят в невозможности свести семантическое знание к одному из двух видов знания, то есть знание как знание, что источник затруднений для реалистской семантики. Вот именно природа семантического знания говорящего, опять же, вот эти уникальные семантические факты, она как раз-таки и становится препятствием на пути вот этой самой реалистской семантики. Если бы семантическое знание было знанием как или знанием что, то реалистская семантика могла бы быть корректной. Почему? Если бы, соответственно, семантическое знание было чистым практическим знанием как, то тогда вопрос об эпистемическом отношении носителей к теоретическим пропозициям просто бы, в принципе, не возникал. Ну, соответственно, просто потому, что никаких особых пропозиций-то, в общем-то, и нет. А раз нет никаких пропозиций, то, значит, и СК-ограничение, которое нам говорило о том, что эти пропозиции должны быть верифицируемы, и у носителей языка должен быть к ним доступ, он был бы вообще, в принципе, нерелевантным. То есть никаких пропозиций нету, значит, и вопрос о доступе к этим пропозициям просто не встает. Если бы, соответственно, семантическое знание было чистым, эксплицитным, теоретическим, значит, пропозициональным знанием, то тогда не возникало бы особой проблемы эпистемического отношения носителей к пропозициям этой самой семантической теории. Это связано с тем, что если бы семантическое знание было полностью теоретическим знанием, то задача семантической теории бы состояла тогда просто в том, чтобы прояснить содержание, с которым носители находятся в эпистемическом отношении, когда вот мы говорим о том, что они понимают язык. То есть семантическое знание в таком случае сводилось бы к тому, что знают носители языка, а не к тому, о чем это знание. То есть одно дело, что мы знаем, а другое дело, про что мы это, соответственно, знание имеем. Но так как, соответственно, между, вот формулировка тоже барон, между систематической репрезентацией семантического знания и имплицитного и хаотичного характера знания реальных носителей языка существует провал, то все семантическое знание не может быть сведено только к содержанию этого знания. Нам требуется дополнительно объяснение еще эпистемического отношения, которое существует между носителями языка и содержанием семантической теории. Но, соответственно, реалистская семантика это сделать не может, а причина, опять же, трансцендентное условие истинности, которому носителя по определению нет эпистемического доступа, ну раз они трансцендентны. И, соответственно, непонятно, на какие бы практические способности, обладание какими практическими способностями мог бы сослаться реалист, чтобы объяснить, как вот эти трансцендентные условия истинности внезапно для носителя языка оказываются доступными для, соответственно, схватывания, для познания и так далее. То есть, опять же, получается, что так как мы понимаем, что содержание теории, то есть пропозиции, аксиомы, теоремы, теории, теории семантической это одно, а то, как, соответственно, говорят реальные носители языка, не зная ни аксиомы, ни теоремы этой теории, другое. Вот у нас существует этот самый, значит, провал. Ну и вот в результате нам нужно объяснить, как этот, видимо, провал, соответственно, может быть закрыт. Если мы говорим, что условия истинности трансцендентные, значит, никакого эпистемического доступа нету и, значит, у нас наше СК-ограничение, оно нарушается. Дальше, соответственно, получается, мы переходим к последнему содержательному пункту статьи, к реалистской семантике и знанию говорящим. То есть вроде как мы плюс-минус определили, ну, по крайней мере, поставили вопрос о природе и семантического знания, выяснили, что с точки зрения антиреалистов это семантическое знание занимает промежуточное положение между знанием как, знанием что, и вот эта его специфика природы этого знания, она мешает, соответственно, реалистской семантике. Здесь как раз в конце, в последней параграфе статьи Барон как раз будет нам говорить о том, что, в общем, как же можно будет справиться с защитой реалистской семантики от Дамита. Ой, от Дамита говорю, от критики антиреалистов. Итак, значит, первоначальное предложение Дамита о природе лингвистического знания. Оно является имплицитным пропозициональным знанием, то есть имплицитное как у практического знания что, но в то же время пропозициональное как у знания как, пропозициональное как у знания что. То есть вот такой уникальный вид знания. Очевидно, что у носителей языка нет эксплицитного знания всех теорем семантической теории, то есть значений, которые семантическая теория приписывает предложение. И также у носителей, соответственно, нет эксплицитных убеждений о значениях предложения. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что носители языка в своем, скажем так, обычном состоянии, в своем обычном функционировании могут не встречаться с множеством предложений, никогда о них, соответственно, не думать. То есть, тем не менее, в какой-то момент, соответственно, они могут понять значение этого предложения, если они когда-то его услышат. И, например, сказать, имеется у них такое убеждение, соответствующее, значит, предложению, о значении предложения. Или, соответственно, не имеется. Ну, то есть, я не знаю, я могу придумать какое-нибудь безумное предложение, что, не знаю, фиолетовые слоны пьют зеленую воду. Соответственно, несмотря на то, что вы никогда могли не думать, никогда, в общем, не схватывать такую пропозицию, никогда не думать, не иметь такого убеждения, тем не менее, вы понимаете предложение, вы знаете, вы можете определить значение этого предложения. Ну, и, соответственно, определить, есть у вас такое убеждение, что фиолетовые слоны пьют зеленую воду или, соответственно, его нет. И вот, исходя из того, что носители могут понимать значение максимально большого количества, возможно, даже бесконечного числа предложений, с которыми они ранее не встречались, мы, соответственно, можем приписать этим самым носителям имплицитное знание теорем и, соответственно, наличие каких-то имплицитных убеждений. Ответ на вопрос, как именно носители приобретают такое имплицитное знание теорем, можно попробовать дать в стиле Хомского, отослав к имплицитному знанию носителям и конечного ряда аксиом и правил образования выражений, которые рекурсивно эти теоремы порождают. Соответственно, ответ вроде бы хороший, однако вопрос о том, можно ли сказать, что такое имплицитное знание семантических аксиом является пропозициональным, остается открытым, так как приписывание такого знания – это фактически приписывание агентам некоторых бессознательных убеждений в некоторых пропозициях. Но приписывание убеждения, оно предполагает владение агентом понятия, понятия, встречающиеся в этом убеждении, то есть нельзя приписать себе убеждение, опять же, про фиолетового слона, пьющего зеленую воду. Если у вас нет понятия слона фиолетового, пить воду и еще и зеленую, то, соответственно, мы говорим о том, что, значит, злодение вот этими понятиями, оно необходимо для того, чтобы у нас могли быть убеждения, чтобы мы, соответственно, их имели, а это требует от агента специальной подготовки, то есть, соответственно, нужно ознакомиться с множеством объектов, определить у них там свойства, определить, что там еще можно определить, свойства отношения, в которых они находятся с другими объектами, в итоге, соответственно, придумать, как все это множество объектов именовать, то есть требуется некоторая специальная подготовка, и эта специальная подготовка, она не возникает у него вместе со статусом носителя языка. То есть, соответственно, вот такой ответ в стиле Хомского, то есть вот эта мини-аргументация дамитовская, она фактически оказывается аргументацией против вот идеи Хомского о том, что существует там некоторый универсальный язык и прочее. Дальше Барон говорит, ну, можно посмотреть, есть вообще вот вариант диспозиционного подхода Эванса. Он говорит, что приписывание убеждений, значит, агентам о семантических аксиомах надо делать на основании их поведенческих диспозиций. То есть, вместо того, чтобы объяснять отношения между носителем и аксиомами в интенциональных терминах, вот про убеждение, то есть вести речь, надо видеть в аксиомах нашей теории описание поведенческих диспозиций носителя. Тогда получается, что аксиомы будут считаться эпистемически доступными для носителя, если он будет вести себя так, как будто бы у него была диспозиция к такому поведению, которое вызывается при наличии знания этих аксиом. Диспозиционный подход легко совмещается с реалистской семантикой и сводит лингвистическое знание к практическим способностям, то есть к знанию, как, а мы говорили, да, что реалистская семантика, она не проходит, потому что вот лингвистическое знание, оно специфическое, оно не сводимо к знанию как. Вот в данном случае, соответственно, получается, если займем диспозиционный подход эванса, то тогда вполне себе совмещается с реалистской семантикой, и лингвистическое знание оказывается просто классическим видом знания как. То есть веди себя так, как будто бы у тебя, соответственно, была диспозиция к такому поведению. Если ведешь себя таким образом, значит, знаешь аксиомы, если ведешь себя по-другому, значит, аксиомы не знаешь. Все вполне очевидно. Помимо диспозиционного подхода можно посмотреть на подход райта. Он немножко, соответственно, в данном случае отличается от дамиковского. Значит, объяснение лингвистической креативности, ну, я тут английское creativity не стала больше никак переводить, и речь идет о том, что, соответственно, носители языка могут порождать новые предложения и, соответственно, новые значения у этих предложений тоже делать. Значит, обычно стандартно считается, что почему мы можем строить новые предложения, и это количество этих построенных предложений бесконечно, потому что, соответственно, нам известны аксиомы теории, а раз у нас дальнейшие, значит, предложения, это фактически вывод из этих аксиом, ну, вот, значит, достаточно знать знание аксиом, чтобы настроить как можно больше различных предложений. Вот если мы хотим объяснить как раз таки вот эту вот языковую креативность носителя языка, то фактически мы можем сказать, что она схожа с объяснением, она в принципе схожа со способностью птиц находить путь домой из неизвестных мест. То есть в какое бы место вы, значит, птицу не отправили, она все равно сможет найти путь домой. То есть, грубо говоря, у этой птицы где-то есть аксиомы, которые позволяют ей всегда находить путь домой, а вот теоремы, они уже относятся к тому, как птица будет находить, соответственно, конкретный путь домой из конкретного места, куда ее там отправили или куда она там, соответственно, попала. То есть опять в бесконечное количество мест вы можете птицу отправить, ну ладно, в конечное количество мест по планете Земля вы птицу можете отправить, и в любом случае она найдет путь домой. То есть вот способность носителя языка порождать предложения из базовых терминов некоторых, она вот схожа с вот этой вот способностью птиц находить путь домой. Но тогда в таком случае, соответственно, в рамках подхода Райта фактически вот семантический проект, то есть объяснение значений предложений можно свести к созданию некоторой компьютерной программы, которая нацелена на решение проблемы обработки информации. То есть, грубо говоря, как создать такую теорию, которая перейдет от описания релевантных свойств произвольного высказывания к теореме, которая характеризует его значение. Ну, то есть мы взяли любое высказывание, соответственно, нам нужно выяснить, какие свойства у этого высказывания есть, и нам, соответственно, какие свойства, соответственно, те, которые релевантны для определения значения этого высказывания, естественно, в этом еще много может быть свойств, но они просто нам не нужны для того, чтобы определить его значение. И, соответственно, сформулировать теорему, которая как раз-таки поможет это значение нам понять. При таком подходе, если мы понимаем, соответственно, семантическое знание как обработку информации, то у нас что получается, что носители воплощают именно вот такую программу, то есть они фактически являются живыми носителями этой программы, и, значит, эпистемическое отношение между ними и аксиоматическими истинами семантической теории оказывается еще более слабым, чем в подходе Эванса. То есть у нас еще меньше требований возникает, соответственно, к тому, чтобы наши носители языка находились в эпистемическом контакте с истинами нашей семантической теории. Опять же, это ведет к тому, что носители языка могли бы воплощать и программу, которая написана в рамках реалистской семантики, никакой проблемы нет. Соответственно, если мы берем подход Эванса, хоть мы берем подход Эванса, хоть мы берем подход Райта, в любом случае мы, получается, можем знание семантики, точнее, можем говорить, соответственно, когда говорим о знании семантики носителям языка, мы вполне себе можем говорить о том, что эта семантика может быть построена в реалистском духе. Вот в подходе Райта носитель это своеобразный механизм, который воплощает аксиоматическое содержание семантической программы. И в результате этого воплощения он способен конструировать значение предложений своего языка, ну и тем самым вот у него действительно и появляются некоторые убеждения об этих значениях. Ну потому что он же воплощает эту программу, значит, соответственно, имеет какое-то отношение к этой программе тоже. Однако, отмечает Барон, в итоге аргументация Дамита и Райта против реалистской семантики приводит к тому, что проблема, с которой она, по их мнению, не могла справиться, это как раз проблема природы семантического знания. Мы же как раз снова, мы помним, сказали, что семантическое знание, оно вроде как у нас не попадает ни в одну из крайних точек видов знания. Оно не знание как, а не знание что. Но в итоге получается, что вот эта проблема, которая стояла перед реалистской семантикой, она просто исчезает. В подходах Дамита и Райта семантическое знание распадается на две части. Мы это увидели, на знание аксиом и знание теорем. И, соответственно, оно же находится посередине между знанием как и знанием что. Тогда мы, соответственно, знание теорем, которое, согласно Дамиту и Райта, заключается в эпистемическом отношении убеждения к содержанию теорема значений, включается в СК-ограничение, и реалистская семантика с ним справляется. То есть мы увидели, что можно свести, соответственно, к практическому знанию, никаких проблем не будет. Вот, как, например, у Эванса было. Знание аксиом невозможно охарактеризовать в терминах эпистемических отношений к пропозициям, в принципе, а значит, СК-ограничение к ним неприменимо. То есть получается, что у нас таким образом... А, сейчас вернемся сюда. Тогда у нас получается, что СК-ограничение, оно, в принципе, вообще больше не требуется. И, значит, раз у нас это СК-ограничение было основным препятствием на пути построения реалистской семантики, оно теперь исчезло, значит, реалистская семантика вполне себе может быть построена, никаких сложностей у нее, соответственно, нет. То есть антиреалистская критика реалистской семантики в данном случае проваливается. Вот нам, соответственно, Барон приводит такой пример, значит, предложение. В ванной Юлии от Цезаря было 12876 плит. Если мы сторонники реалистской семантики, то очевидно, что мы не можем знать условия истинности этого предложения, так как мы не в состоянии верифицировать эти условия. Опять же, где там Юлий Цезарь, он уже давно, соответственно, не живет, где там эта самая ванна, кто-то может посчитать плитки и так далее. То есть получается, что если мы с вами занимаем позицию семантических реалистов, то, по идее, мы не можем понять значение этого предложения, раз мы не можем... То есть условия истинности мы определили, но мы не можем их верифицировать. А семантические реалисты нам говорят, надо верифицировать. Верифицировать не можем, значит, соответственно, не можем понять значение этого предложения. И тем не менее мы понимаем, как носители языка, значение этого предложения. То есть какое-то у нас вот тут вот нисхождение происходит, значит, надо как-то его объяснить. Значит, возникает вопрос, как же тогда носители это знание приобретают? Барон говорит, что на самом деле это вопрос для реалиста, для семантического может стать проблемным только тогда, когда помимо семантического знания теорем относителя требуется способность распознавать и обнаруживает, имеют ли место такие условия истинности или нет. То есть вместо того, чтобы говорить о некоторой такой распознавательной способности этих условий истинности, можно вести речь-то о конструктивной способности. То есть способности конструировать условия истинности посредством соединения семантических компонентов в соответствии с некоторыми правилами. Что это за правило? Вот, например, аксиомы значения. То есть имени общего, значит, плитка, имени собственного Юлии Цезарь, аксиомы о том, как, соответственно, функционирует плантор существования, как, соответственно, функционирует прошедшее время и так далее. То есть эта самая конструктивная способность, она объясняется тем, что носители воплощают вот этот самый аксиоматический механизм, который порождает теории. И тогда вместо того, чтобы говорить о теоремах условий истинностной семантики, как об определяющих, что носители знают, можно говорить об этих же самых теоремах, как определяющих, какие условия носители устанавливают в качестве тех, которые должны быть, соответственно, удовлетворены, чтобы предложения были истинны. То есть конструктивная вот эта способность, это практическая способность, это способность делать что-то. Но в то же время она и пропозициональная, так как она конструирует пропозиции, утверждающие значения. Если принять конструктивистский такой подход о том, что вот способность, значит, понимать предложение естественного языка, это вот такая конструктивная способность, это не способность обнаруживать и подтверждать истинность, соответственно, некоторых предложений, а способность конструировать эти самые условия истинности, то можно продолжать рассматривать понимание значений предложений, как обусловленное знанием этих условий истинности, которые могут оставаться трансцендентными. Да, вот по отношению к нам сейчас, в 2023 году, количество плиток, фактическое количество плиток в ванной Цезаря, оно действительно является трансцендентным. Мы не можем никак это проверить. С доступа у нас эпистемического нет. Но это для нас проблема только тогда, когда мы понимаем, соответственно, вот эту нашу способность семантическую как верификационистскую способность. Если мы говорим о некоконструктивистской, то тогда никаких проблем не возникает. И тогда мы можем с вами знание теорем свести к знанию условий истинности, которые сами по себе могут быть трансцендентными. Наша задача просто, соответственно, их уметь конструировать. А теоремическое обвинение в том, что трансцендентные условия истинности не могут выступать в качестве значений, оно в итоге оказывается необоснованным. Ну, то есть, соответственно, они вполне себе могут выступать в качестве значений, просто носители их сами конструируют. То есть знание аксиомы – это способность, соответственно, воплощать аксиомы. Тот факт, что они также могут быть трансцендентными, не важен, так как они тоже конструируются носителями. То есть и знание теорем, и знание аксиом конструируются носителями. А теориалист, конечно, на это может возразить, что невозможно воплощать трансцендентные элементы. Аксиома для имени собственного Юлии Цезарь не может включать в себя указания на реального человека, Так как современный носитель английского языка, он не смог бы тогда воплощать эту аксиому, не имея прямого контакта с этим человеком. То есть как-то вы можете понимать, что значит Юлий Цезарь, если, соответственно, все наши слова... Для того, чтобы понимать значение слова, вы должны, соответственно, напрямую быть в контакте с вот этим объектом. То есть знать референцию этого объекта чуть ли не лично. Ну, реалист, соответственно, может ответить на это возражение, что, в общем-то, для воплощения этой аксиомы достаточно находиться в каузальной цепи, которая ведет к тому самому человеку. Ну, то есть вот каузальная теория значения. Мне не нужно напрямую быть знакомым с Юлией Цезарем, чтобы понимать, что означает имя собственное Юлий Цезарь. Мне достаточно просто вот в некоторой цепочечке, которая ведет от реального конкретного объекта, которого именовали Юлией Цезарем, вот ко мне там в какой-то определенный день 2023 года. В итоге получается, что реалистская семантика может быть защищена от антиреалистского нападения. И вот такой двухчастный подход, то есть разделение на знание теорем и знание аксиом, вполне себе совместим с семантическим верификационизмом. Суть которого, напомню, заключается в том, что носители имеют эпистемический доступ к семантическим фактам языка. Иначе непонятно, как они вообще их знают. Этот же самый двухчастный подход также утверждает, что носители обладают эпистемическим доступом к фактам о значениях предложений, как они им обладают, через конструирование условий истинности предложения. Раз сам сконструировал, значит, соответственно, и доступом обладаешь. Фактически тоже барон говорит, что в данном случае у нас происходит некоторая смена эпистемологии открытия или обнаружения на эпистемологию конструирования или задания, или установления, и еще чего-то. То есть, когда мы понимали эту нашу способность как верифицирующую, то есть нужно обнаружить, действительно ли эти условия истинности у нас соблюдаются, мы находились в рамках эпистемологии открытия или обнаружения. Когда мы стали говорить о том, что эта способность на самом деле является конструктивной, мы перешли к эпистемологии конструирования или задания. Вот этот самый двухчастный подход про знание, соответственно, аксиом знания теорем, основывается на идее того, что семантическая теория несет ответственность за те семантические суждения, которые носители выносят относительно значений предложений. То есть, что это имеется в виду? То есть, грубо говоря, семантическая теория должна нам уметь объяснять суждения об условиях истинности, о парафразах, то есть, когда одно предложение является парафразом другого, то есть, когда значение это сохраняется, но внешне, грубо говоря, предложение выглядит по-другому. Также должна объяснять значение семантической неоднозначности, когда у нас есть одно предложение, но мы можем, соответственно, его по-разному понять, хотя в предложении ничего не поменялось. О семантических аномалиях, то есть, когда вдруг почему-то наши предложения выражают не то, что они должны выражать в соответствии с значениями элементов, которые в этом предложении встречаются. О тождестве и различии значений предложений тоже, соответственно, наша семантическая теория должна объяснить. То есть, грубо говоря, семантическая теория не должна противоречить тому, что будет делать, опять же, в кавычках носитель со значениями предложений. А носитель вот много чего делает, вот он может выносить суждения об условиях истинности, делать парафразы предложений, использовать одно предложение для того, чтобы выразить две разные пропозиции и так далее. В итоге, когда, ну, в общем, Барон завершает уже свою статью, она говорит о том, что семантический верификационизм-то на самом деле требует только того, чтобы предложения формы S истина тогда и только тогда, когда P могли быть верифицируемыми носителями. Но он не требует того, чтобы каждое предложение было реально верифицируемо. То есть вот не требуется в рамках семантического верификационизма реальной верификации того, что в ванной Юлия Цезаря было вот такое-то количество плиток. В рамках конструктивистской картины, когда вот мы занимаем этот конструктивистский подход, переходим в эпистемологию конструирования, носители могут находиться в положении знать, что предложение S истина тогда и только тогда, когда P, даже тогда, когда они не находятся в положении знать, имеют ли место в действительности условия, которые уточняют это P, или, соответственно, этих условий нет. То есть вот в данном случае мы с Юлием Цезарем, в примере с Юлием Цезарем, мы не находимся в положении знать, значит, вот действительно там было столько-то плиток или не столько-то. Однако мы, тем не менее, вполне себе сконструировали условия истинности этого предложения и понимаем, что оно поэтому означает. То есть если бы в действительности у Юлия Цезаря в ванной было столько-то количества плиток, значит, бы, соответственно, предложение было истинным. А если не столько, то, соответственно, ложным. Но вот сколько было на самом деле, нам неизвестно. Таким образом, можно сохранить возможность недоступной истины даже при отрицании возможности недоступного значения. То есть значение нам доступно в данном случае, в примере с Юлием Цезарем, а вот истинность оказывается недоступна. Не можем проверить, не можем верифицировать. В итоге носители знают истинность или ложность предложений, когда знают условия для истинности или ложности. Но это знание у них имеется только потому, что они сами задают эти условия. Знать о том, выполняются эти условия или нет, это уже не зависит от носителя и не может быть использовано в качестве контраргумента против реалистской семантики. Ну а это, соответственно, в свою очередь означает, что антиреалистская критика реалистской семантики, которую Дамит, ну и в том числе Райт, осуществляли, она не совсем обоснована. Ну и, по крайней мере, нужно искать какие-то другие аргументы. Вот такая вот статья Барон. На этом, соответственно, в рамках доклада у меня все. Ага, спасибо большое. Ну что, какие у кого есть вопросы, комментарии, соображения? Ну, у меня есть парочка вопросов. Вот первый вопрос, ты противопоставляла, ну, точнее, разделяла, разделяла знание языка вообще и семантическое знание. А под знанием языка вообще что ты имеешь в виду? Это еще вот фонетическое знание и еще какое-то? Да, ну, то есть, грубо говоря, на одной семантике мы далеко-то не выйдем. Во-первых, да, надо знать, как произносятся звуки, потому что вы можете произносить неправильно, и вас, в общем-то, в принципе, просто никто не поймет. Соответственно, нужно знание синтаксиса к романтике. Можно просто накидать слов, зная их семантику, но от порядка этих слов, от склонения, от спряжения и еще чего-то, что мы можем сделать со словами, по крайней мере, в русском языке, тоже очень сильно зависит, поймет нас кто-то или нет. Ну, и я не очень бы хотела говорить про знание прагматики, потому что разделение между синтаксисом и семантикой, и прагматикой, оно довольно проблематичное, по крайней мере, для меня. Но если мы займем вот эту классическую позицию о том, что семантика – это отдельно, прагматика – это отдельно, то тогда надо еще сказать, что вообще-то и знание прагматики тоже в данном случае требуется. То есть просто семантики недостаточно для того, чтобы быть носителем языка. Поэтому вот то, о чем я говорила, что у нее есть скачки между знанием языка и знанием семантики, ну, как бы, да, знание языка гораздо шире, оно требует от агента больше знать, чем при столько случаев знания семантики. Момент. А разве прагматическое знание не относит к, даже так называют, к экстролингвистическому знанию, то есть не языковому знанию? Ну, иногда относят, да. Ну, окей, то есть это просто нет договоренности окончательной. То есть, грубо говоря, если мы опять тоже говорим, что вот прагматика – это что-то отдельное, то не получится у тебя быть компетентным носителем языка и хорошо участвовать в коммуникации с другими компетентными носителями языка, если у тебя вот нет этого там экстролингвистического знания. Если ты не понял, что, не знаю, там какой-нибудь саркастический тон передаёт совершенно другое значение предложения, то у тебя как бы будут проблемы в понимании того, что тебе сказали. А вроде как бы интонация, вроде как к семантике-то и не относится. А в итоге значение полностью меняется. Соответственно, коммуникация тоже рушится. И у меня ещё такой вот другой вопрос. Я не совсем понимаю последнюю часть статьи «Барон». Мне не ясно, как бы, к чему она ведёт, в общем, да, и как это всё объясняется, почему-то никак у меня не укладывается всё это. В общем, вот если условия истинности конструируются, то они ведь не являются в таком случае трансцендентными. Ну, да, да. Ну, смотри, то есть вот с этим примером с Цезарем, мне, если честно, тоже, вот пока я читала статью, то есть вот не самая, я бы сказала, чистая и прозрачная по изложению текста и по изложению аргументации работа. Получается, я постоянно всех ругаю, за то, как они пишут тексты. Вот. Если мы вернёмся к этому Юлию Цезарю, с этим примером, то вот трансцендентным для нас является, соответственно, факт того, реальный факт того, сколько в ванной Юлия Цезаря было плита. Вот он для нас трансцендентен. А сами условия истинности, которые мы сконструировали, то есть, грубо говоря, условия истинности и истинность – это разные вещи. То есть, грубо говоря, мы сконструировали с вами, что мы понимаем, что означает это предложение. Мы понимаем, что у объекта, которого именуют или именовали Юлией Цезарем, в прошлом, потому что мы знаем, что означает, соответственно, поставить глагол в прошедшее время. Значит, у объекта, которого мы именуем именем собственным, а значит, это ещё и живой объект, мы знаем, что именем собственным, мы обычно живые объекты именуем в прошлом. Был какой-то объект, который именуется, соответственно, ванной, и у этой ванны что-то было, какой-то другой объект, объекты, которые мы именуем плитками, и указываем, соответственно, числительное, чтобы указать на количество этих самых плиток. И вот если у объекта, поименованного этим именем собственным в прошлом, в объекте, который ему принадлежал, было вот такое действительное количество объектов, то тогда это предложение истинное. А вот было оно там столько или не было, мы не знаем, как она там говорит, это не в нашем, соответственно, ведении носителей языка это знать, это вообще не относится к, скажем так, языковому знанию и семантическому знанию, и нас это вообще не касается. Тем не менее, мы понимаем значение этого предложения, потому что вот мы сконструировали эти самые условия истинности. А что там на самом деле? Какая там истина, вот можем сказать, истина оно или нет, это, соответственно, вопрос не к семантике. То есть, если я правильно понимаю, мы можем сказать, что значение это что-то вроде структурированной пропозиции, которую вот мы можем знать, потому что мы знаем правила, по которым она конструируется. Но при этом мы можем знать, истина оно или нужно. Да, да. Мне на самом деле, ну то есть, это ведь на самом деле, то есть, тут ничего барон такого, скажем, дико революционного и дико радикального это не сказала. В принципе, это довольно такая стандартная позиция в рамках такой вот классической условия истинностной семантики, которая всегда себя отделяет очень четко от прагматики. И вот, возвращаясь к той самой дискуссии по поводу семантики и прагматики, которую мы с Евгением Васильевичем ведем уже с какого-то, с прошлого или с позапрошлого года, это ведь как раз-таки аргументация в его стиле, если я не ошибаюсь. То есть, мне нормально достаточно знать значение выражений, которые вот здесь встречаются, для того, чтобы понять, о чем это предложение, когда оно будет истина. А вот истина, оно или не истина, это уже другой вопрос. Но у нас там просто вопрос был в контексте, что нужно поместить в конкретный контекст, там, эти выражения с индексикалами, и, соответственно, тогда мы поймем, о чем оно. То есть, мы сможем схватить выраженную пропозицию. Мы же опять помним, что для того, чтобы понимать значение предложения, нам необходимо схватывать пропозицию. То есть, мы только ведь в рамках этого представления о понимании значений ведем речь. Можно, кстати, его надо поменять, и тогда что-то изменится. Но пока мы вот говорим исключительно в рамках этого. Соответственно, по идее, мы вот как можем схватить вот эту пропозицию, чтобы в ванной Юлия Цезаря было 12 876 плиток? По идее, мы должны знать, на какие объекты идет, соответственно, указание, то есть референцию всех выражений. И посмотреть, действительно ли вот такие отношения между этими объектами существовали. Но мы не можем проверить эти отношения, действительно ли столько плиток было в ванной Юлия Цезаря. И, соответственно, вот они для нас как бы получаются трансцендентны. Но, тем не менее, мы вполне себе понимаем значение этого предложения, потому что мы вот понимаем, при каких условиях оно могло бы быть истинным. А вот по факту оно истинное или, соответственно, ложное, это нам для понимания значения предложения вообще не важно. Если мы там хотим уже пропозицию схватить, вот там, пожалуйста, прагматику добавляйте, еще что-то. А тут просто достаточно вот такого, скажем, абстрактного механизма, если хотите, что-нибудь такого, абстрактных условий истинности. И мы их действительно сами конструируем, поэтому они как бы нам и доступны. Я согласна с тем, что тут ничего особенно революционного нет, и что подход, который она здесь, барон, представляет, вполне классический. Только мне кажется, что вот в этом примере с Юлием Цезарем даже и прагматика совершенно не нужна, потому что тут ведь нет ни одного контекстно-зависимого выражения. И в каком бы контексте мы ни находились, это у нас не вызовет никаких разночтений по поводу того, что могут, ну, какое значение мы должны приписать выражениям в составе этого предложения. И в связи с этим у меня есть вопрос к тем, кто читал первоисточники Дамита, там, Райта или кого-то еще из верификационистов. Это действительно было все, что они говорили, или, в общем, были какие-то еще основания, на которых строилась их критика реалистской семантики? Да, у меня такой же вопрос есть, на самом деле, потому что я тоже с Дами там особо сильно не знакома, с Райтом знакома, но в области знания о себе, и вот то, что вот здесь происходит, тоже для меня во многом неизвестная вещь. А что касается каких-то общих обзорных работ по антиреализму, там, реализму и прочее, они тоже не всегда как бы хорошо отражают картину. Я тоже не знаю. То есть, ну, вот Барон нам представила вот так вот. Насколько это все действительно соответствует реальному Дамиту, реальному Райту, я лично не знаю. Ну, все-таки, я, конечно, знаю, что классическая позиция не такая, но мне все равно кажется, что это высказывание контекстно-зависимое, ну, так, интуитивно. Мало ли о каком Юлии Цезаре речь идет и так далее. Ну, вот это вот радикальный конструктор. Да, ну, ты знаешь, что я именно такой, поэтому, да. Ну, если позволите, по поводу верификационизма. Что-то кажется, что противопоставление верификационизма какому-то трансцендентализму реалистскому, оно не совсем работает в случае семантики. И мне кажется, оно не совсем работает, потому что семантика, она не принадлежит классу первоуровневых теорий. В первоуровневых теориях, которые так любил Куайн, с верификацией все ясно и все в порядке. Мы можем ограничиться теориями референциями. А когда мы берем семантику, это какие-то второуровневые теории. А для второуровневых теорий, ну, само понятие пропозиции, наверное, изменяется как-то. И, ну, у нас возникают какие-то там априорные пропозиции. Эти априорные пропозиции задают какие-то там условия истинности и прочие вещи. Вот работа со второуровневыми теориями, она, видимо, очень сильно отличается. Второуровневые теории задают какие-то априорные структуры, семантика именно это и делает. Но то, что мы ее используем имплицитно, это тоже понятно. То есть эти априорные структуры, они не совсем произвольны. И они каким-то образом нам навязываются. Не вполне ясно, каким. Примерно так. Это похоже, в принципе, вот на то, что Барон вначале говорил о том, что есть, соответственно, вот эти вот, как они, унификационисты, а есть, соответственно, вот сепартисты, которые говорят, что нужно отделить семантические факты. Ну, то есть семантические факты имеют другую природу, нежели какие-то, соответственно, другие эмпирические факты. Ну, вот, да, раз, соответственно, они какие-то другие, то вот можно сказать, что для объяснения этих фактов у нас строятся, соответственно, второуровневые теории. А вот для объяснения обычных там фактов, которые не семантические для них, соответственно, вот первоуровневые теории. В принципе, тогда вот подход Барон укладывает то, что Дмитрий Владимирович сказали сейчас про разницу между разными, разноуровневыми теориями. Я просто не могу себе представить, как можно считать семантику первоуровневой теории и искать для нее какую-то верификацию. Мне кажется, это как-то слишком уж странно. Ну, может быть, если мы раздуем прагматическую перспективу до бесконечности, может что-то и получится, но очень сомневаюсь. Ну, это хороший, на самом деле, вопрос, вот действительно, то есть если, в принципе, вот вернуться к началу статьи, вот то, что сейчас Дмитрий Владимирович сказал, что а действительно ли семантические факты необходимо отделять от эмпирических фактов? Дмитрий Владимирович говорит, что да, обязательно нужно отделять. А я так чувствую, что лингвисты-то прям работающие, понятно, что это как бы не аргумент никакой, ну, просто как бы замечание такое, что вполне работающие лингвисты-то они смотрят на язык, ну, на языковые, вот, опять же, на языковые семантические факты-то, по-моему, как обычные эмпирические. Ну, поэтому-то у лингвистов и нету хороших семантических теорий. Возможно, да. Да. У меня-то был основной вопрос, чем, собственно говоря, меня эта статья-то привлекла, то есть не вся статья-то меня привлекла, в принципе, мне-то больше всего заинтересовал вопрос о природе семантического знания, то есть является ли, соответственно, оно знанием, ну, если совсем так по-простому говорить, знанием как или знанием что, то есть куда его можно свести, если я не говорю про знание языка вообще, там еще все сложнее, но хотя бы как минимум вопрос о знании семантики. То есть что это значит знать семантику языка? То есть это, опять же, вот, что-то пропозициональное, имплицитно-пропозициональное, потому что очевидно, что не эксплицитно-пропозициональное. Или же это вот, соответственно, что-то такое более связанное с практическими умениями, с практическими навыками, и о пропозициях там говорить в принципе не стоит. Еще я всегда держу в голове статью Уильямсона и Стэнли, вот того самого Стэнли, который про индексикализм как раз, кстати, и писал, один и тот же человек, один и тот же Стэнли, о том, что вообще-то все знание, практическое знание как, можно свести к пропозициональному знанию. И в принципе мы просто, ну, грубо говоря, только для удобства их разводим, когда говорим, что это знание как, а это знание что. А на каком-то базовом уровне, на самом деле, все сводится к знанию что. То есть невозможно знать что-либо за исключением пропозиции. В таком случае тогда, если мы идем в рамках подхода с Уильямсона и Стэнли, мы должны сказать, что семантическое знание это тоже пропозициональное. И еще для удобства нужно считать, что семантическое знание, оно не имеет никакого отношения к ментальному. А почему? Примерно потому же, что это слишком далекая завиральная перспектива установить какую-то детерминацию между ментальными и семантическими значениями, семантическими структурами, которые для нас априорны. Ну, по крайней мере, мне кажется, это завиральная идея в настоящее время. А, ну я поняла, да, я согласна, что это сложно достаточно сделать. У меня еще было какое-то возражение вот при этих... Я только забыла. Сейчас я подумаю, я вспомню, что-то было у меня с возражением вот разделение вот этих вот типов практического знания сейчас. Я вспомнила, что еще меня... Ну, не то, что сильно смутило, но в каком-то смысле... Даже не то, что смутило, а в том, что можно здесь уйти в другую, в общем-то, сеть того, чего обсуждают бароны и так далее. Когда вот она говорит о том, что разные типы вот этого знания, как и прочее, что агент там знает, как, соответственно, щепарение происходит, там дыхание, хождение. Ну, не знает, а имеет практическую способность это что-то делать. Она там где-то говорит, что вот мы типа этому не научаемся и так далее. Ну, на самом деле научаемся. Если посмотреть на процесс развития эмбриона и после того, как этот эмбрион уже рождается ребенком, он вообще-то тоже процесс обучения происходит. И говорить, что он не обучается это делать, но это как-то вот очень сильно прям идти против очевидных биологических положений, которые есть, соответственно, в наших теориях, в наших представлениях о том, как функционирует организм человека. Во втором типе, когда мы говорим о приобретенных навыках и прочее, ну, так для того, чтобы научиться ездить на велосипеде, нужно, чтобы мозжечок нормально справился с... И, соответственно, весь остальной мозг, ну, прежде всего, мозжечок, справился с тем, как удерживать баланс и как сопротивляться гравитации, находясь не на двух ногах, а находясь вот на тоненьких, крутящихся, соответственно, этих колесах. Соответственно, как приготовить торт, как построить каноэ, в общем-то, в принципе, тоже требует обучения мозга и обучения, в том числе, мозжечка, как координировать руки в процессе того, как ты, соответственно, делаешь этот торт. Поэтому, когда вот она говорит, что приготовить торт – это, вот, значит, интериоризация правил, да не только на самом деле это интериоризация правил. Если вы не умеете координировать руки, если у вас не получается, если ваш мозжечок не может управлять, ну, не только мозжечок, в принципе, ваш головной мозг не может управлять телом так, чтобы вы приготовили торт, то как бы вы не сможете приготовить торт. Нет у вас знания, как это делать. Просто да, у нас предполагается, что вот на это такое двигательное знание в каком-то смысле, в кавычках, наверное, настраивается. Оно уже как бы базовое, типа моего в процессе жизнедеятельности нескольких двух лет, двух-трех лет. Ребенок обучается это делать, а дальше как бы уже приобретает знания, инструкции и прочее. Но как-то вот сводить вот это вот все только к тому, что это интериоризация правил, по-моему, как-то просто антибиологично, что ли. Ты как-то против вообще представления о том, как функционирует организм, идет. И то же самое, когда мы про приобретенные навыки говорим. То есть, по-моему, вот эти вот все практические знания, это можно свести, опять же, ну, в принципе, да не только практически, наверное. Все это можно свести к работе головного мозга. Ну, понятно, что не только, но в том числе. Можно ли свести семантику к работе головного мозга в том числе? Наверное, можно. У меня про это вопрос тогда есть. Не первый раз он у меня уже возникает, но как раз тема зашла. А где вообще вот эта граница знания, как в контексте работы организма в широком плане, ну, и в первую очередь мозга находится? То есть, действительно, знание, как двигаться, которое ты говоришь, это, ну, вроде как, да, знание как. То есть, я, например, знаю, как ходить по улице, при этом, когда я переставляю ноги, я никаких вычислений, например, не делаю. То есть, я не провожу расчетов в связи, там, с расстояниями, весами и всем вот этим вот прочим. То есть, очень значительная, на самом деле, часть этих расчетов, она как бы не осознается мной. Ведь у организма есть огромная куча всякой активности, которая тоже не осознается. Условно говоря, у меня тоже благодаря работе мозга определенным образом функционируют, там, не знаю, легкие, печень, и вообще, в принципе, они хоть как-то работают. Это тоже можно в знание как записать? Или мы все-таки в знание как должны запихивать что-то, что хотя бы в каком-то смысле осознаваемо? Потому что иначе у нас тогда очень широкая граница, очень широкая область знания, как получается, куда чуть ли не все подряд попадает, там, не знаю, деление клеток какое-нибудь. Это же странно, наверное. Ну, какой-нибудь Денет, условно, тебе бы сказал, что да, ничего страшного, у него и молекулы интенциональностью обладают, так что нормально, чего переживать-то? Ну, смотри, вот то, что, по крайней мере, барон вас здесь говорит, что вот первый тип как раз вот про пищеварение, дыхание, хождение и прочее, это не совсем знание, то есть это даже знанием особо сильно называть-то и не надо. И тогда вот то, что ты говоришь, там, как я хожу, там, что-то там еще какие-то примеры приводил, я уже вылетела с головы, то они, в принципе, не являются знанием, это к знанию не относится, мы как бы делим. То, что ты говоришь, где этот критерий, как бы как поделить, ну, да, хорошо вопрос, я согласна, что мы туда будем относить. Про эти деления у меня еще тоже вопрос, почему нехождение знаний не приобретено? В принципе, если человек не будет ходить с детства, то он и не научится, наверное, ходить? Или я что-то здесь на уровне биологии уже не понимаю? Да нет, он научится ходить, если он с детства не ходил, он научится в будущем ходить, это нормально, главное, чтобы у него физических ограничений не было. Он может не научиться распознавать слова. Если дети рождаются... Ну, сейчас, мини-кусочек из моего курса. Если дети рождаются с нарушениями слуха от рождения, и до определенного возраста им, соответственно, не поставить этот слуховой аппарат или там ничего, в общем, никак не скорректировать и прочее, то есть они прям полностью не слышат или слышат очень-очень плохо, то даже если поставить этот аппарат после, ну, там, 10 лет, 15, не научится человек слышать. Он просто... Мозг не способен к обработке. То есть звук-то проходить будет в звуковую кору, соответственно, головного мозга, который обрабатывает, соответственно, звуки. Звук дойдет, мозг обрабатывать будет, но распознавать его как слова, соответственно, вот там эти морфемы конкретные, фонетические, вот, опять же, элементы, он не сможет. И, опять же, Илья, если ты помнишь, может, ты был тогда на этой лекции моей, что к скольки-то там месяцам, я уже не помню, надо посмотреть у меня по слайдам, с кольким-то месяцем дети начинают, закрывается вот это вот окно распознавания вообще всех звуков, какое есть у ребенка, и начинает он строго распознавать только те звуки, то есть только те фонемы, которые принадлежат к его родному языку. Да, по-моему. То есть он... Несколько лет. Больше. Нет, несколько лет, несколько месяцев. То есть до года. Дальше уже, соответственно, сложно делать. Именно, соответственно, поэтому вот и обуславливается то, что дети быстрее, лучше говорят на родном языке. То есть это специфическая избирательность к тому, на какие фонемы обращать внимание, и что какие звуки для тебя имеют значение, а какие не имеют, ну, потому что вот эти звуки связаны с теми людьми, которые постоянно рядом с тобой ходят, а эти как бы вообще непонятно что, ты их особо и не слышишь. Ну, все, вот, соответственно, эта возможность, она, не скажу, что закрывается, но ограничивается, что ли, так. И вот в каком-то смысле, да, то есть ты больше, если у тебя проблемы со слухом, то ты потом это, ну, слышишь потом. Не сможешь ты это знание приобрести после определенного возраста. Ну, я тебе напомню, я тебе тогда подкидывал пример с Каспаром Хаузером. Вот я тебе скину ссылку потом. Вот мы так его и не обсудили. Потому что там как раз пример был человек, который содержался в заточении, ни с кем не общался, ему ничего не говорили с самого детства, но он в итоге говорить-то научился. Вот. Ну, это ладно, это другая новая история. Ну, не знаю, мне все равно кажется, вот это деление на типы несколько странным. Я пока не знаю, почему, я подумал. Да, я вижу руку, Аня, Аня, давай. Мне кажется, основание деления на типы, ну, понятно, что оно не является, это деление каким-то строгим и бесспорным, но мне кажется, основание его состоит примерно в следующем, что вот когда мы говорим о знании как, то, ну, в общем, существует некоторый образец, то есть когда нас спрашивают там, как ездить на велосипеде, мы не можем в пропозициях описать все это, именно поэтому это и есть знание как. А даже если мы и могли, это очень мало соотносится с тем, как мы на самом деле для себя понимаем этот процесс, когда учимся и когда у нас получается. Но мы можем сказать вот так и представить, либо другому предъявить, либо самому себе представить некоторый образец. И то же самое с плаванием. Но когда человек учится там даже ходить, то у него нет никаких образцов, которым он мог бы сознательно следовать. Ну и в то же время, когда он учится играть в шахматы, помимо того, что есть образцы обычно, есть еще и пропозиции, знания которых, эксплицитные, как правило, присутствуют, ну или, скажем так, обучение которым, восприятие которых, империоризация, присутствует в процессе приобретения этого навыка. То есть мы, например, не скажем, что человек, который может выполнять шахматные ходы, но при этом не может сформулировать, допустим, вербально, ну если он при этом умеет говорить, является нормальным, компетентным носителем языка, не может сформулировать вербально, скажем, как делается рокировка, мы не скажем, что такой человек на самом деле умеет играть в шахматы. Мы скажем что-нибудь типа, что вот он умеет в совершенстве имитировать шахматную игру, ну или что-то в этом духе. Ну опять же, я хочу сказать, что это деление не кажется мне таким уж строгим и таким уж важным, но исключительно для каких-то иллюстративных целей и таких целей первичного понимания, что вообще происходит вот в этой вот огромной сфере способностей, которые мы можем, или точнее не способностей, а как это, когнитивных функций, которые мы можем назвать знанием как, оно, мне кажется, имеет какой-то смысл и в какой-то степени полезно. Я поняла твою идею, да. То, что оно полезно вот на каком-то таком, не знаю, практическом что ли уровне, не серьезно теоретическом уровне. Это, наверное, да. Я соглашусь тут с тобой. Но все равно ведь как бы, то есть что мы тогда сводим? Ты вот сказала, что типа мы не будем знать, как... Мы точнее не скажем, что у нас человек знает, как играть в шахматы, мы скажем, что он, соответственно, имитирует игру в шахматы, то есть он знает, как имитировать. В принципе, это тоже ведь знание в каком-то смысле. Ну так, да. Ну, то есть это получится знание предыдущего, второго типа. Ну да. Просто опять же, если так говорить, что вот типа он знает, как имитировать игру в шахматы, а этот, соответственно, знает, как играть в шахматы, тогда получается, что если я не могу сформулировать развернутые предложения о том, что я делаю, то тогда, соответственно, я не знаю. Как-то тоже ведь не слишком сильноватое требование. Ну, можно сказать, что мы это называем не знанием, а пониманием, например. То есть вот, скажем, есть человек, который может починить карбюратор, а есть человек, который может научить починить карбюратор, потому что он не просто умеет, а еще и понимает, что он делает. Да, может быть, вот тут есть такой нюанс по поводу умения играть в шахматы и умения имитировать. Тот, кто умеет имитировать, он не знает конечную цель игры. Он просто знает, как ходят фигуры, и все. Но не знает, зачем это делается. Согласна. Тот, кто умеет играть в шахматы, он не только знает, как фигуры ходят, но он знает, зачем это делается. То есть он имеет определенную цель, он знает, как выигрывать. Получается, имитировать целенаправленную деятельность нельзя? Целенаправленную имитировать можно, но при этом ты как бы не следуешь цели именно. То есть, компания играть в шахматы – это цели управленная деятельность? Можно, наверное, даже целенаправленно имитировать целенаправленную деятельность, но в этом случае цели другая. Целенаправленно имитировать не целенаправленную деятельность. Ну да, некоторые так делают, и очень успешно. Ну, тогда как мы будем различать имитацию и целенаправленную деятельность, если мы говорим, что тот, соответственно, который имитирует у нас, он там не понимает цели и прочее. Это ссылка на ментальное состояние, на что-то внутреннее, к чему у нас нет доступа. И как мы тогда будем различать? Вот, а это очень хороший вопрос, потому что он как раз нас приводит снова к вопросу о трансцендентном. Значит, давайте определимся. Ну, во-первых, я думаю, что мы все будем согласны с тем, что знание языка, ну или, по крайней мере, знание семантики, является имплицитным знанием, как это говорит Дам. Ну, то есть мы употребляем какие-то языковые выражения и, в общем-то, успешно коммуницируем с друг с другом, выражаем какие-то мысли, там еще что-то делаем, но при этом иногда не можем объяснить, как же язык работает. Для этого надо нам задуматься и как-то все это для себя сформулировать. Точно так же, как мы передвигаемся с помощью ног или дышим, мы как бы это умеем делать, но объяснить, как это все происходит, довольно сложно для нас. В этом смысле теоретическое знание семантики является эксплицитным, то есть семантическая теория, теория значения, с точки зрения Дамита, должна сделать явным вот эти вот все, это самое неявное знание. Дальше. Очевидно, мы понимаем значение предложения тогда, когда знаем его условия истинности. И, в общем-то, барон с этим как бы не спорит. В конце, как мы выяснили, с примером вот этой ванны с Юлием Цезарем, все, в общем, понятно. Условия истинности у нас ясно, как они должны выглядеть. Мы понимаем, что это за условия истинности. Но здесь есть один нюанс. Мне кажется, Дамит говорит о построении теории значения, то есть о понимании языка не от первого лица. Вот когда человек, который является нашим собеседником, употребляет какие-то выражения, например, вот мы разговариваем о Юлии Цезаре, и человек, с которым я говорю, мне сообщает о том, что в ванне Юлия Цезаря было там 12 тысяч, сколько-то там этих плиток. Как я могу убедиться в том, что он понимает это предложение? Он должен будет предъявить... Он, ну, как бы, с точки зрения нормативности языка, получается так, что если некоторое предложение описывает, обладает некоторыми условиями истинности, и эти условия истинности имеют место, то мы должны принять это предложение в качестве истинного. Да, это нормативность языка. Соответственно, получается так, что убедиться в том, что некоторый человек, с которым мы говорим, понимает значение предложения, означает, что этот человек должен нам предъявить некоторые условия, при которых это предложение истина. Например, если он говорит, что сейчас на улице холодно, он может это сделать. Мы можем выйти на улицу и почувствовать на себе, холодно на улице или нет. Да, вот эти вот факторы истинности, они, в общем, не являются трансцендентными. В случае с Юлием Цезарем, ситуация иная. В случае с Юлием Цезарем наш собеседник не может нам никогда предъявить эти условия истинности. И мы не можем убедиться, соответственно, в том, понимает он это предложение или не понимает. В том смысле, что он не может сказать истинно оно или ложно. Если наш собеседник не может этого сделать, мы не можем сделать вывод о том, что он понимает это предложение. Я так-то для себя вижу. Он не может сказать истинно оно или ложно, но он может предъявить условия истинности. Он не может предъявить условия истинности. Потому что он не может их никак выразить, кроме как с помощью этого предложения. А вопрос состоит в значении этого предложения. Если бы позволите, здесь просто разговор о трансцендентном неуместен. Априорный набор аксиум, который не от первого лица следует звать не трансцендентным, а трансцендентальным. Это трансцендентальное что-то. Это что-то, что определяет наш дальнейший разговор о возможных проверках или еще о чем-нибудь. Значения не трансцендентные, а не трансцендентальные. Я не знаю, как это связать с тем, что я сказал, потому что я имел в виду следующее. Когда я употребляю выражение, что у Юлия Цезаря в ванной было 12 тысяч сколько-то плиток, я понимаю это предложение. У меня не возникает вопроса о том, понимаю я его или нет. И я для себя осознаю, каковы условия истинности это предложение. Да, я не могу их найти в окружающем мире, я не могу ответить на вопрос, истинное это предложение или нет, но я понимаю эти условия истинности. Я в смысле барон их как бы сконструировал. Но когда это другой человек говорит, я не знаю, что у него там в голове происходит. Не могу ответить на вопрос, понимает он это или не понимает. Мы можем спросить другого человека, а как ты понимаешь предложение, которое ты сейчас сказал? И он ответит что-нибудь вроде, ну вот, ты знаешь, кто такой Юлий Цезарь? Это вот мужик, который там тогда-то жил, вот, значит, в таких-то событиях участвовал, там-то, там-то упоминается. Значит, ты знаешь, что такое ванна? Ну вот, вот эта вот ванна, например, он покажет тебе на современную ванну. У Юлия Цезаря была такая или подобная штуковина, и вот ты знаешь, что такое число 12 тысяч траля-ля. Вот ты, допустим, можешь посчитать листья на дереве и досчитать до такого числа. Так вот, если бы ты взялся считать плитки в ванне этого Юлия Цезаря и досчитал бы до такого числа, то тогда это предложение было бы истинным. Что-то вроде этого. Ну да, я согласен, да. Получается, что нам не нужно знать, что в голове у другого. Мы можем задать какой-то набор аксиом для нашей коммуникации. Это и будет как раз семантикой. Это будет разговор от третьего лица, мне кажется, Аня попыталась построить некоторое описание для тех, так скажем, априорных сущностей, которые мы задаем от третьего лица. Ну да, но смотрите, мы говорим о неявном знании. То есть ни у меня, ни у моего собеседника нет вот этой явной теории, которая в явном виде описывает, как язык работает. Ее у нас нет. Мы не знаем, как ее сформулировать. Наша задача ее построить. Мне кажется, такие рассуждения, которые в духе барон и как Аня только что озвучила, они работают только в случае, если мы можем апеллировать к этой теории. Мы скажем, что вот у нас же есть вот эта теория, вот у нас аксиомы, вот мы можем вывести теоремы какие-то, сконструировать эти условия истинности. В явном виде. Но когда мы взаимодействуем друг с другом и употребляем язык, у нас в явном виде этой теории нет. Подожди, но Анин, человек, который объяснял тебе, как он понял выражение, предложение про плитки в ванной Юлии Цезаря, объяснил это без ссылки на какие-либо апсиомы. Он объяснил это просто через значение слов, которые используются в этом предложении, и еще и предложил тебе там немножко не просто, соответственно, явные определения дал, но еще там, не знаю, стенсивно указал, вот смотри, это ванна там, а это вот, что такое плитка. То есть этот человек, который объяснил значение, как он понимает, что он понимает под этим предложением, он тоже никаких аксиом не знал. Ну, дело в том, что Платон бы, наверное, не согласился. На самом деле аксиомы есть. И когда мы с кем-то общаемся, надо их искать. То есть, если нам не удается их явно сформулировать, это наша проблема. Теория никому не принадлежит, ни мне, ни моему собеседнику. Особенно второпорядковая теория, которая и есть, семантик, которой мы грезим, но которая часто недоступна. Ну, просто эксплицировать теорию, это не значит стать хозяином теории. Эксплицировать теорию, это даже не значит создать теорию. И так далее. Ну, хорошо. Ну, вот этот вот говорящий, который объясняет свое знание, утверждение о том, что у Юлии Цезаря было 12 тысяч сколько-то плиток в ванной, он это делает тоже с помощью предложений. И к этим же предложениям применимы вполне те же самые рассуждения, которые применимы и к предложению по поводу количества плиток в ванной Юлии Цезаря. Ну, ты намекаешь на то, что мы никогда не можем знать с достаточной уверенностью, что кто-либо вообще понимает, что он говорит. Мы вероятно... Нет, вот мне кажется, Дамми говорит о том, что мы можем знать кое-что относительно понимания произносимых предложений другими людьми, например, или, например, нами самими. Но количество вот этого знания, ну, количество таких предложений, о которых мы явно можем знать, оно очень маленькое. Ну, вот типа на улице сейчас холодно. Вот такое, да, такое мы можем явно знать. Или, например, что из каких-нибудь аксиом арифметики пиано можно вывести, что 2 плюс 2 равно 4. Вот это можно знать. По поводу Юлия Цезаря ничего знать нельзя. Ну, так опять же, не запахло ли Куайном и не пробежало ли Гавагаи тогда вот в том, что ты говоришь. А в каком смысле? Ну, в смысле, опять же, что барон же там говорит, что помимо этих вот сепаратистов и унификационистов есть еще как бы квайн в третью степень, в третью степь, что семантических фактов как таковых мы установить не можем, потому что мы не знаем референс даже простейших, казалось бы, слов, которые мы вроде как используем для указания на объекты. Казалось бы, ну, Заяц, чего там проще-то? Не на какую-нибудь там справедливость указать или на еще что-то. Это просто обычный конкретный физический объект. И то мы не знаем, что означает это слово. И вообще непонятно, соответственно, как можно построить язык-то и устроить коммуникацию, если у нас, соответственно, значение слов неизвестно. Но почему у нас есть некоторые предложения, относительно которых мы точно знаем, что они истинны или точно знаем, что они ложны? Ну, я сейчас сижу перед ноутбуком и говорю с вами с помощью микрофона. Это вполне себе предложение, которое является истинным, и я могу условия истинности вам объяснить, да, и вы, в общем, понимаете, и вы понимаете, что я понимаю, что это такое, потому что вот условия истинности, они вот прям реализуются, да. Ну, если бы вы могли прям наблюдать, как я это делаю, тогда особых проблем вообще не было бы. А вот с Юлием Цезарем и этими я не могу вам ничего показать. Ну, так если бы была возможность, мы бы могли съездить в прошлое и увидеть, посчитать эти, соответственно, плитки. Ничего бы не поменялось. Просто проще добраться до тебя, чем до Юлия Цезаря. Но она в принципе-то есть. Ну, то есть, в принципе, ее нет. Что значение слов не меняется в зависимости от контекста их употребления, тогда мы можем сказать, что, значит, поскольку мы имеем какой-то способ установления идентичности каких-то личностей публичных, то точно так же мы могли бы установить, кто такой Юлий Цезарь. Поскольку мы имеем способ установления принадлежности объекта к какой-то категории публично известной, ну, скажем, мы имеем словарное определение того, что такое ванна, мы могли бы посмотреть на объект и сказать, ванна это или нет. Поскольку мы в принципе знаем, как что-либо считать, то мы могли бы посчитать ну, так же и плитки, если бы их нам предъявили. И все вот это вот «если бы до кабы», когда оно собирается вместе, оно конструирует вполне интеллигибельные условия истинности, которые мы не знаем, выполняются они или нет. Но тем не менее мы знаем, как надо было бы их проверять, если бы у нас была такая возможность. это мы от первого лица знаем, от первого лица это мы знаем. Но когда кто-то другой говорит, он не может ни, мы не можем сказать, не знают он этого или нет, и он не может как бы объяснить это знание. А какие возражения против того объяснения, которое я предложила, оно же от третьего лица дается? Ну, если ты не можешь, не уверен в том, что человек понимает, что он говорит, ну, попроси его самого посчитать листья на дереве, попроси его определить относительно какого-то объекта, ванна это или не ванна, плитка или не плитка. С Юлием Цезарем, конечно, посложнее, но тоже можно что-то придумать. Можно попросить нарисовать, например. Ну да, это с Юлием Цезарем идти рисовать 12 плиток тысяч, но как бы в принципе можно. Ну, мне кажется, вот с Юлием Цезарем есть еще такой нюанс. Вопрос ведь, вот как эта нормативность языка будет применяться? То есть, если кто-то высказывает, у Юлия Цезаря в ванной было 12 тысяч сколько плиток, значит, что он считает, что так и действительно было. Но мы никак не можем в этом убедиться. Тут невозможно предъявить эти условия истинности. Их нет, потому что... может ли, ну не в этом случае, но в отношении других исторических фигурен, может ли условием истинности считаться консенсус историков, например? То есть, по поводу плиток, да, окей, там нет такого консенсуса, а по поводу других исторических событий? Если да, то тогда вопрос в том, что у нас история недостаточно прокачалась, и она недостаточно качественно устанавливает исторические факты. То есть, это вопрос вообще не в семантику, а просто к историкам. Ну, вот здесь мы, кстати, подходим как раз к ситуации, когда у нас антиреализм и реализм сталкиваются и предлагают альтернативные варианты решения. Реалисты, если они являются последовательными реалистами, они будут говорить, что должен быть вот этот вот факт того, что там 12 тысяч сколько-то этих плиток было в ванной Юлия Цезаря, и именно он является условиями истинности. Антиреалисты, так говорить, конечно, не будут. Антиреалист может сказать, например, что нет, это вот у нас есть какие-то сведения, типа там дошли какие-то бумажки, не знаю, там бухгалтерские счета Юлия Цезаря, которые говорят о том, что он закупил там 12 тысяч этих вот плиток для своей ванны. Вот это будет тогда, это будет возможность верификации, да, такая косвенно. Ну, это вот вторая часть, я же правильно понимаю, да, что это вот вторая часть этой аргументации, где она говорит, когда мы отказываемся от реалистской семантики, нам и от реалистской метафизики надо отказаться, что сейчас ты вот про это именно говорил. Ну, у Дамита так и есть, да, то есть мы, у него получается теория значения, это главная теория философии языка, а философия языка это главная теория в метафизике, то есть, то есть вот мы, как мы выстраиваем нашу философию языка, такая у нас метафизика и будет. Если мы реалисты в нашей семантической теории, то у нас реалистская метафизика, но его аргумент против реалистской семантики, против реалистской философии языка, соответственно, реалистская метафизика тоже рушится. Мне все-таки кажется, что утверждения вроде «Заяц — это ушастое животное» лежат за рамками реализма и антиреализма. Но если это словарное определение, да, то есть это какой-то договор о том, как употреблять термин «заяц», тогда, видимо, они действительно лежат за пределами. Ну, после Куайна писать словари старомодно. Это что-то аксиоматическое. Это, ну, какая-то теорема, которая выводима из аксиом нашей семантики, так скажем. Но спор реализма и антиреализма становятся неуместны, когда мы, собственно, семантику берем. И противоположность верификационизма и трансцендентализма тоже становится неуместной. Верифицируемого и трансцендентного, точнее. Потому что семантика — это третье. трансцендентальное. Ну, можно наоборот сказать, все трансцендентальное есть семантика. Наверное, так. Ну, ведь вот такое понимание семантики предполагает, что она является нормативной дисциплиной. А в том виде семантика, в котором она выстраивается у Дамита и описывается в этой статье, она является эмпирической теорией, то есть она является описательной, а не нормативной. Ну, понятие описательной теории очень даже проблематично. Я бы сказал, ну, А как нормативность связана с нашими теориями? Ну, это сложный вопрос, надо думать здесь, да. А потому что, мне кажется, то, что вот сейчас обсуждается, нужно проводить ведь различия между семантикой, то, что можно назвать индивидуалистской семантикой, то есть семантикой, которую, соответственно, осознает, понимает, использует, применяет, соответственно, или воплощает индивид. И то, что мы говорим про семантику, соответственно, социальную в каком-то смысле, то есть понятно, что тут несколько возникает вопросов в смысле, как это может быть индивидуалистская семантика, если вроде как язык не может быть индивидуальным и прочее, но фактически, когда мы говорим про социальную семантику, мы говорим про нормативный аспект, то есть когда мы пытаемся объяснить, как у нас вот в социальном смысле семантика работает, мы говорим про нормативный аспект. То есть, да, я не могу начать, я могу изначать использовать слово стол для указания на стул, но как бы успешность моей коммуникации, она довольно сильно падает от этого. Но, тем не менее, я все равно могу, соответственно, объяснять еще и почему я, соответственно, использую те или иные выражения, которые у меня есть, которые меня научили использовать. И, соответственно, при помощи этих выражений выражать то, что я хочу выразить. То есть, я же все равно использую какие-то выражения и слова, как меня научили им не пользоваться для того, чтобы я хотел выразить вот то, что я хочу выразить. А когда мы говорим про социальную семантику, мы говорим об том, что у нас есть какие-то, соответственно, что некоторая социальная группа использует некоторые, соответственно, выражения, и тем самым она создает как бы вот некоторые, не знаю, если хотите, семантические факты. Мне кажется, что этот момент тоже нужно различать. Вот помимо того, что я сказала, что вот очень часто обвиняют в том, что всегда есть некоторый перекос в сторону создания теории семантики говорящего и забывая о прослушающего, вот тут также надо как-то и сбалансировать вообще-то ведь про семантику вот такую индивидуалистическую, семантику такую вот социальную, то есть это ведь немножко разные вещи. Я согласен, и мне кажется, что здесь даже можно еще больше уточнить. Я бы ввел такое разграничение на неявное личное знание того, как употреблять язык, неявное групповое знание употребления языка, и оно будет нормативным, и как раз вот явное построение теории семантической. Да, и вот то, что ты сказала про неявное личное, ну вот это вот то, что я назвала и индивидуальной, там индивидуалистичной семантикой, а вот неявное групповое, это, соответственно, вот некоторое нормативное. И это все разные части, скажем так, которые требуют объяснения. У меня вопрос к Альву. Вот этот вот пример, когда, значит, верификационист говорит, что мы не можем сказать, какой факт является условием истинности этого предложения про Юлия Цезаря, поэтому мы должны считать, что его значением являются условия его верификации, и это, ну, например, то, что там написано в каких-то бухгалтерских счетах. Так вот, вопрос мой в следующем. А как мы понимаем, что написано в этих счетах? Вот мы находим какой-то счет. Там какие-то, значит, слова, какие-то цифры, и без того, чтобы иметь какое-то представление о том, что означают эти слова и цифры, мы никогда не сможем использовать этот счет для верификации этого предложения. То есть получается, что как в условиях истинности мы можем задавать вопрос относительно тех предложений, в которых мы объясняем, значит, что означает первоначальное предложение, о котором нас спросили. Мы можем задавать вопрос следующий о том, как ты понимаешь предложения, с помощью которых ты объяснял. Также и тут мы можем задавать вопрос, а откуда, с чего вы взяли, что в этих счетах вообще говорится о каких-то плитках какой-то ванны? Это хороший вопрос. Я на самом деле не знаю, как на него ответить, но тут есть следующее соображение. Опять же, когда я, например, говорю о том, что у Юлия Цезаря в ванной было 12 тысяч сколько-то плиток, я прекрасно понимаю, что я имею в виду. Это другие, они понимают, что же я имею в виду. И имею ли я в виду что-то конкретное, и имею ли я в виду, что у Юлия Цезаря в ванной было 12 тысяч сколько-то плиток, как они это понимают. Вот, мне кажется, здесь вот проблема. То есть, когда я это говорю, у меня никаких вопросов не возникает. То есть, получается, что у нас есть две совершенно разных теории значения. Одна из них применяется к тому языку, который использую я, и она условие истинностное. А другая применяется к тому, который используют другие, и она верификационистская. И тогда вопрос, а как мы можем вообще позволять себе говорить, что мы говорим на одном и том же языке с ними? Мне кажется, у нас нет двух теорий. Мне кажется, у нас есть неявное знание о том, как мы употребляем язык сами. И у нас есть задача построить явную семантическую теорию, которая бы объясняла значение предложения языка каким-то обезличенным образом. Но ведь если я знаю, как я употребляю слова, и я знаю, что я не использую эти самые условия верификации для того, чтобы установить их значение, но при этом говорю, что я буду строить теорию, основываясь на условиях верификации, то это получается, что я противоречу своему собственному неявному знанию. Мне кажется, тут сложность возникает из-за того, что наше неявное знание, наша задача по построению явной семантической теории и метафизика при этом, они как-то странным образом друг с другом перепутаны. То есть, когда, например, для того, чтобы я утверждал о том, что у Юлия Цезаря в ванной было 12 тысяч сколько-то плиток, я, конечно, не должен иметь доступ прямо к этой ванной Юлия Цезаря, и не должен прям взять и все там пересчитать. Да, я могу вполне основываться на чем-то, что я могу верифицировать, на каких-то показаниях бухгалтерских книг или еще каких-то источниках. Вот, и я при этом буду считать, что это предложение является истинным. Да, я при этом понимаю, что условия истинности вот такие-то, но считаю я это предложение истинным, не потому, что я с этими условиями столкнулся и удостоверился, что они имеют место. Мне кажется, реалист бы не стал спорить с тем, что ты сейчас сказал, вообще ни в каком месте. Ну, реалист непоследовательный бы не стал спорить, а последовательный реалист должен требовать, чтобы условия истинности прям имели место, но они не имеют места. То есть условия истинности, утверждение о том, сколько плиток в ванной Юлия Цезаря, это именно плитки в ванной Юлия Цезаря с точки зрения реализма, а не какие-то показания, бухгалтерские книги или еще что-то. Реалист же не должен требовать того, чтобы эти самые плитки были обязательно непосредственно доступны мне для ознакомления. Это было бы как-то слишком. Ну, естественно. Даже реалист может различать, как я понимаю предложение и как я узнаю, что оно истинно. Да, конечно. Реалист будет говорить о том, что условия истинности здесь трансцендентны, но они и есть. Верификационист может сказать, что условия истинности нет. Но предложение считается истинным, потому что есть какие-то условия верификации. То есть основная проблема все-таки именно в метафизике, а не в семантике? Ну, я думаю, что в смеси. Ну, в конечном счете все равно корень несогласия лежит в том, что верификационист не может себе позволить сказать, что где-то там, неизвестно где, существует факт относительно плиток Юрия Цезаря, даже если мы не можем с ним ознакомиться. Ну да, с точки зрения верификациониста такого факта нет. Ну, соответственно, утверждение о Юлии Цезаре, вообще говоря, не имеет истинностного значения. Да, то есть, ну вот, в полном смысле этого слова. То есть верификационист должен как бы больше, чем два истинностного значения предполагать. Мне кажется, что вот такой подход к семантике, он в принципе нормальный, только он имеет один минус, что затирается различие между предложениями, которые мы как-то понимаем, хотя и не уверены в том, что мы можем их верифицировать. И предложениями, которые мы вообще непонятно понимаем или нет. Ну, например, там какие-нибудь высказывания Гегеля относительно мирового духа. Мы можем их повторить, мы можем их как-то там комбинировать между собой, но ни условия верификации, ни даже условия истинности для них сформулировать мы не можем. А вот относительно плиток мы можем сказать, ну, хотя бы каким должен был бы быть этот факт, если бы он был. Ну да, вот смотрите, я же вам когда привела пример с вот этим, с каким-то, господи, фиолетовым слоном, который пьёт зелёную воду, все же поняли, о чём идёт речь. Тем не менее, верифицировать, ну, как бы, сомнительно, что тут какие-то условия верификации можно найти для этого слона. Непонятно, где его, во-первых, искать. То есть с Юлием Цезарем-то хотя бы понятно, куда нужно отправиться, куда-то в прошлое, там вот, где примерно Юлий Цезарь находился. А где искать моего фиолетового слона, который пьёт зелёную воду? На самом деле, в одном и том же месте, ну, почти. Что момент в прошлом, где Юлий Цезарь актуален с плитками, со своими, это возможный мир. Что фиолетовый слон с зелёной водой, это они в каком-то возможном мире живут. Надо ходить в возможные миры. Верификации не было бы, если бы слон был ультрафиолетовым. Фиолетового можно найти. Можно сделать. Ну, возможно, и миры могут быть с фиолетовыми слонами. Вот, и тут есть ещё один нюанс, который, мне кажется, показался мне важным и интересным. А если мы не можем определить условия, точнее, если мы не можем определить истинностное значение этого предложения, то насколько наша личная феноменология о том, что мы это предложение понимаем, является верной. Вот, может быть, мы не можем вообще понимать предложение о количестве плиток у ванны Юлия Цезаря в силу того, что мы не можем явно вот в реалистском духе указать, истинно это предложение или ложно. Нам только кажется, что мы понимаем. У нас есть какое-то ощущение, как это вот эта феноменология. Но никто же не гарантирует, что она является верной. Ну, да, хорошо. Да, и критерий между, когда мне кажется, что я понимаю, и тем, что я понимаю. Без этого иначе смысл говорить о том, что это какое-то ненастоящее понимание, его просто нет. Ну, вот Дамидж выстраивает свою антиреалистскую концепцию на основе рассуждений в философии математики. И там же он привлекает рассуждения позднего Витгенштейна относительно употребления. Да, вот и у Витгенштейна, например, было такое, что некоторые доказательства некоторого математического утверждения необходимы, потому что оно дает нам некоторые правила употребления. Вот, если мы не знаем доказательства, то мы, соответственно, не знаем правила употребления, и поэтому не можем правильно употреблять некоторое математическое утверждение. То есть, да, ну вот у нас есть там какая-нибудь, допустим, проблема Гольдбаха, у нас нет пока ни доказательства, ни опровержения для этой гипотезы. Соответственно, с точки зрения вот такого вот позднего Витгенштейна, получается, что мы не знаем, о чем там говорится, вообще говоря. Нам может казаться, что мы понимаем, о чем там идет речь, но в действительности понимания нет, потому что мы не знаем, как это употреблять. Ну, а вот если взять какое-нибудь более простое математическое высказывание с использованием таких операций, которые хорошо известны, и каждый из нас знает, как строить доказательства для утверждений с такими операциями, но при этом оно, ну, например, с какими-нибудь очень большими числами, которые мы просто никогда с ними дело не имели, именно с этими числами, но при этом само высказывание нам вполне понятно. То, ну, как-то, ну, или, то есть, скажем так, каждый из терминов высказываний нам вполне понятен. Мне кажется, что будет странно говорить, что мы не понимаем, что в этих высказываниях говорится, пока самолично не проверим, ну, не проведем это вычисление для того, чтобы получить доказательства этого высказывания, если оно истинно. Здесь напрашивается контрпример. В высказывании, связанном с круглым квадратом, мы понимаем и термин круглый, и понимаем термин квадратный. Но вряд ли мы понимаем высказывание, в котором фигурирует круглый квадрат. Ну, я не знаю, по-моему, его довольно легко понять, это высказывание. И, исходя из самого понимания, можно сказать, что любое такое высказывание, которое приписывает круглому квадрату какое-нибудь реальное свойство, оно должно быть ложным именно на основании того, что круглых квадратов не бывает. А прям любое высказывание должно быть ложным у круглых квадратов? Нет, не любое. А то, которое приписывает круглым квадратам реальные свойства. Ну, то есть, если мы скажем, что круглых квадратов не существует, то это не будет то высказывание, о котором я говорю. Если мы скажем, что там все круглые квадраты являются какими-нибудь там изящными, например, то тогда это высказывание, ну, конечно, да, можно тут еще... Изящный, скорее всего, будет истинным. Круглый квадрат, конечно же, изящен. Ну, не знаю. Опять же, зависит, конечно, да, от того, как мы эти условия, как мы значение истинности приписываем, там, присут позиции, признаем мы или не признаем. Но если, например, использовать Расселовский анализ, то тогда окажется, что любое высказывание о круглом квадрате можно будет считать ложным заранее, еще до того, как мы сформулируем полностью даже пропозицию о том, что оно означает. Ну, то есть, круглый квадрат здесь – это дискрипция определенная. Ну, или определенная, или неопределенная. Пусть будет определенная, да, для определенности. Угу. Изящность, она относится к вторичным, она не является реальным свойством. Вот если бы мы говорили о правильности или неправильности, о геометрической правильности или неправильности круглого квадрата, это был бы разговор о реальных свойствах объектов, ну, каких-то математических объектов, так скажем. Реальные свойства – это всегда первопорядковые свойства. Ну, хорошо. Например, можно сформулировать такое предложение. Круглый квадрат, скажем. Является круглым. Да. Так тоже хорошо. Ну, ну, не знаю. Конечно, все это должно быть. Так что, является он круглым или нет? Все должно зависеть от теории. У меня более страшный вопрос. Он является геометрическим? Если его нет, то, по идее, нет. Вроде должен. Ведь его нет как раз потому, что не может быть геометрической фигуры такой. Вопрос непростой. Корни квадратные являются ли арифметическими объектами? Здесь непросто решить. Извините. Вот, почему я еще по поводу круглого квадрата уточнил, и все ли утверждения являются ложными. Тут нужно очень аккуратно, мне кажется, давать анализ таким утверждениям, иначе мы можем прийти к ситуации, когда у нас закон исключенного третьего перестанет работать. То есть, круглый квадрат не является круглым, и это ложно. И является круглым, это ложно, и непонятно, как у нас тогда, что там вообще. Нет, я на самом деле не очень понимаю. Мы же с вами, для того, чтобы понять, что этот объект невозможен, мы в рамках определения круглого квадрата совмещаем два свойства. В этом плане, да, круглый квадрат – это невозможный объект, обладающий из-за свойства, но круглость и квадратность. Иначе как мы вообще определять-то его будем, если мы круглость и квадратность ему не приписываем одновременно? Класс. Если он обладает сразу свойствами какими-то, то это очень здорово, потому что тогда у нас точно закон исключенного третьего рушится. Да. Ну а как иначе мы можем говорить о том, что такого объекта быть не может? Нет. Ну, то есть, не совсем так. То есть, если мы делаем какую-то дискрипцию, то у нас должно получиться, что круглый квадрат – это фигура, которая является одновременно круглой и квадратной. Даже не так. Найдется хотя бы одна такая фигура, которая является круглой и квадратной одновременно. Так ведь? Ну да. Ну вот. То есть, в этом плане мы все равно приписываем эти два свойства в рамках этого высказывания одновременно. Я вот это и не уверен. И в итоге мы не находим ни одного объекта, который этими двумя свойствами был обладал. Ну да. Вот в такой интерпретации я согласен. И тут никакой опасности для закона исключенного третьего нет уже. Ну, опять-таки, если мы будем рассуждать как верификационисты, мы должны сказать, а где мы его не нашли, давайте тогда явно зададим весь универсум дискурса. Потому что пока мы его не задаем, мы не можем быть уверенными в том, что, ну, если мы его до сих пор не нашли, то эта ситуация сохранится и в будущем. Я правильно понимаю. Мне кажется, это мог сказать только Мартин Хайдеггер. Где нам искать круглый и квадратный? Когда нам искать круглый и квадратный? Это вот как раз в духе Хайдеггера. Лев, а есть какие-нибудь геометрии веселые, где такая фигура возможна? Не классические, я имею в виду, какие-нибудь. Затрудняюсь ответить. Тут надо разобраться, что это за фигура такая. Вот пока все ушли в вопрос обсуждения круглого квадрата, я вспомнила еще про одну вещь, которая здесь тоже всплывает при обсуждении феноменологии понимания, как-то нам объяснить, соответственно, использование языка и знания каких-то, соответственно, значений выражения носителями и прочее. Мы ведь всегда, когда строим свою теорию значения, да и не только значения, мы предполагаем, что наши носители и говорящие, и слушающие являются, значит, компетентными носителями языка. То есть у нас опять стоит идеализированный агент. Но при всем при этом, когда мы пытаемся построить теорию значения, то же самое, мы ведь пытаемся-то объяснить высказывания, которые совершают реальные носители языка. Реальные носители языка, идеализированные, компетентные носители языка в теории – это совершенно два разных класса существ. Вспомните всякие множества, то есть всяческие примеры семантической неоднозначности, ну ладно, не всяческие, но достаточно большой блок примеров семантической и синтаксической неоднозначности, которые нам приводят обычно, значит, говорят, вот, смотрите, значит, наша теория должна объяснить, почему, значит, вот здесь семантическая неоднозначности, почему здесь синтаксическая неоднозначности. Это просто неправильно построенные выражения на естественном языке. То есть какой-то носитель языка, не будучи в полной мере компетентным, построил такое предложение, его, в принципе, понять-то поняли, но вот кто-то понял так, кто-то понял так. То есть по-хорошему, на самом деле, когда мы строим теорию значения, берем в ней какого-то, ну, не только значения, просто теорию языка, и берем в ней, соответственно, делаем в ней ссылку на вот этого идеализированного компетентного носителя, где вы его нашли? То есть, с одной стороны, мы хотим объяснить то, как, значит, у нас понимаются все предложения, и мы допускаем, значит, там вот этого идеального носителя компетентного языка, а с другой стороны, мы берем, соответственно, в качестве эмпирического материала для анализа те высказывания, которые делают реальные носители языка, которые просто делают их против правил языка, которые там существуют. То есть это ведь совершенно разные, скажем так, не скажу, что задачи, но это совершенно разные, не знаю, опять же, аспекты, что ли, для объяснения. Как вот мы сказали, что нужно объяснить, в общем-то, неявное личное знание и неявное групповое знание, одно там нормативное, другое, значит, там специфическое, феноменологическое от первого лица и прочее. Ну, в общем-то, надо смотреть на то, что когда мы говорим про нормативность и про знание еще чего-то, мы говорим про идеальных носителей языка, только их, в общем-то, в реальности не существует. И параллельно мы при всем при этом пытаемся объяснить, как носители языка делают вот эти вот, в каком-то смысле они неправильные выражения, то есть на языке так не говорят. По правилам языка. И тем не менее, почему-то вот эти носители так, соответственно, эти предложения строят и еще как-то друг дружку при всем при этом понимают. То есть тут тоже есть некоторое смешение, которое необходимо как бы обнаружить, расчленить и... Ну, то есть не расчленить, а развести по сторонам, скажем так, и объяснять отдельно одно и отдельно соответственно другое. И поэтому круглый квадрат бы вот в том случае, как я вам сказала, это просто неправильное употребление слов. И все. То есть тот, кто сделал выражение, когда-то придумал словосочетание круглый квадрат, но он просто не знал семантики языка. И все. Это не надо объяснять, это просто ошибка. То есть тоже самое... Можно объяснить как ошибка и почему так произошло, да. Но как бы вдумываться в то, что там какой-то, не знаю, условно глубокий смысл и прочее, да зачем? Просто ошибка. То есть ты считаешь, что это примерно то же самое, как высказывание, там, не знаю, женатый холостяк? Типа того, да. Ну, может быть, это целенаправленная имитация имитации? Нет, ну, можно про целенаправленную имитацию имитации говорить, да, я согласна. Потому что тогда суть этой имитации в том, чтобы нарушить правила языка. Ну, в каком-то смысле, да. То есть если приводить еще какой-то пример универсальный, там, гора, которая... Гора на Земле, которая выше, чем самая высокая гора на Земле. Это нарушение правил употребления, там, вот этого, то, что у нас есть самый высокий. То есть если самый высокий, то подразумевается, что больше тебя уже ничего и нет. То есть выше горы, выше, чем самая высокая гора на Земле, быть не может, если она на Земле тоже. Ну да, так можно. Стандартный такой ход на материнский. Вот еще у меня есть вопрос про верификационизм. Значит, если мы считаем, что, по крайней мере, в употреблении других людей язык, языковые конструкции означают свои условия верификации, то что нам делать в тех случаях, когда у нас есть несколько способов верифицировать одно и то же утверждение, ну, скажем, о длине. Мы должны всегда переспрашивать человека, что вот, а как ты измеряешь? Точно ли мы с тобой понимаем процедуру измерения одинаково? Потому что если окажется, что мы понимаем ее по-разному, получается, что и длина у нас разная. Ну и таким образом, то есть если следовать этой логике, то окажется, что у нас картина языкового значения очень сильно, опять-таки, завязана на практику и холистично. Это не очень удобно для теоретика. Мне кажется, вот эти вот вопросы относительно процедуры верификации какой-то конкретной для говорящего, они, вероятно, не будут актуальными при нашем решении задачи построения семантической теории, потому что семантическая теория должна описывать некоторую языковую практику, а в языковой практике мы обычно не спрашиваем, как другие люди проводят измерения. Если человек говорит, что размер автомобиля 2,5 метра или 3 метра, допустим, сколько там, мы ведь не уточняем, как он это измерял. Там-то и дело, что мы не уточняем, но если последовательно приписывать словам в виде значений условия верификации предложения с ними, то кажется, что мы бы должны спрашивать. Мне не кажется, что мы должны прям потребовать от человека, чтобы он дал нам отчет и показал даже, как он измерения проводит. Достаточно того, чтобы он, в принципе, мог это сделать. Ну вот, как в случае с геометрическими фигурами, там, и у нас есть процедура построения круга, есть процедура построения квадрата, а вот процедуры построения для кругового квадрата у нас нет. Ну вот. Мы не требуем, чтобы фактически это было осуществлено. Хотя есть, конечно, такие, какие-то радикальные конструктивисты, которые требуют фактической реализации. Ну, типа там ультрафенетистов каких-нибудь, которые считают на полном серьезе, что существует самое большое число. Ну, это самое большое число, до которого этот ультрафенетист к настоящему моменту досчитал. Если он продолжит считать, то оно просто изменится, самое большое число будет другим. Ну, в таком случае, где, опять же, граница между тем, что нам надо требовать, тем, чего нам требовать не надо? Например, если мы, там, говорим, что сейчас в Нью-Йорке, скажем, идет дождь. В принципе, мы можем полететь в Нью-Йорк и проверить, идет ли там дождь. Но мы все равно не сделаем этого мгновенно. И раз так, то у нас получается, что нет, ну, такой, скажем так, хорошей процедуры верификации. Но мы можем позвонить, например, своему знакомому в Нью-Йорк и спросить его. Ну, и точно так же мы можем прочитать в какой-то книге о том, сколько было плиток в этой самой злополучной ванной Юлия Цезаря. И непонятно, в чем разница. Ну, вот как раз разница в том, что реалистские условия истинности нам оказываются недоступными, и мы скатываемся к верификационизму. Ну, а в случае с Нью-Йорком нам доступны реалистские условия истинности или нет? Ну, если ты требуешь, чтобы прямо сейчас мы это проверили, то нет, недоступны. Мы можем, конечно, там веб-камеру, например, посмотреть, которая с достаточно маленькой задержкой нам будет показывать, что там в Нью-Йорке происходит. Но это же не гарантирует того, что там действительно идет дождь, вдруг кто-то подделал изображение. Если условия истинности недоступны, то не обязательно скатываться к верификационизму. Ну, например, Бертран Рассел сопротивлялся очень сильно. Он называл себя метафизиком, говорил, что мы должны признать крутую метафизику фактов, до которых у нас нет этого самого эпистемического доступа. Ну, это одно из возможных решений. Второе решение состоит в том, о чем я говорил. Надо как-то отделить все-таки семантику от верификационизма каким-то образом. Не обязательно Папарасселу становиться крутым метафизиком. Не знаю, мне кажется, что очень большая разница есть между теми высказываниями, которые мы не можем проверить напрямую, но тем не менее понимаем их теми, которые мы либо вообще не понимаем, либо понимаем, что они говорят о чем-то, чего не может быть. Вроде высказывания о круглом квадрате. То есть, если мы будем нивелировать эту разницу, мне кажется, что это просто приведет к деградации языковой практики и больше ни к чему. Прости, пожалуйста, я как-то пропустил. Что приведет к деградации языковой практики? Если мы будем говорить, что нет никакой разницы между теми высказываниями, которые мы в принципе не понимаем, и теми, которые мы не можем проверить прямо непосредственно, истинность которых мы не можем установить непосредственно. Можно ведь и очень сильно классический пример привести про каких-нибудь мифических существ. Проверять мы их тоже не будем, однако мы вполне их себе понимаем. Или не только про мифических существ, а про каких-нибудь там фиктивных, как они всякие фиктивные сущности, или как они фикционные сущности и прочее. Вполне мы себе понимаем, что означают выражения, где используются ссылки на каких-нибудь, не знаю, героев книжек или еще чего-то. Да, конечно, можно сказать, что там можно проверить истинность высказывания относительно того, что есть в книжке, но так можно сделать такие суждения, которые выходят за пределы того, что написано в книжке. Тем не менее, мы вполне их себе понимаем. А они вообще даже... То есть Юлицез это наш с плитками, это хотя бы более-менее реально существовавший человек, и плитки тоже вполне себе реальные. Представьте там, я не знаю, какую-нибудь Вселенную Звездных вводит, давайте сделаем там какое-нибудь утверждение про что-нибудь, что в принципе выходит и за пределы книжки, и саги в целом, и фильмов в том числе. И, соответственно, да еще и вообще про нереальные объекты. И тем не менее, вполне себе нормально понимаем, если знаем значение слов, которые там используются. Мне кажется, можно сказать, что семантика, она аналогичный разговор о каких-то фиктивных сущностях. И такой разговор о фиктивных сущностях, который должен иметь аксиоматическую все-таки форму, и тем не менее, который может оказаться погрешимым, но не верификационистским способом. Как раз в контексте мифических существ и героев, персонажей литературных, например, и не только Вселенных. Я же примерно похоже имел в виду, когда спрашивал про Гая и Юлия Цезаря, можем ли мы ссылаться на некоторый консенсус историков, который, ну, например, выражен для исторической литературы. Мы ведь, когда говорим про Зевса, в общем-то, делаем то же самое. Мы ссылаемся не на какого-то бородатого чувака, который сидит на Олимпе. Мы не о нем говорим, а о данных литературных, в первую очередь, источниках из Древней Греции. То есть мы как бы про них делаем высказывания. По сути, высказывание про Зевса, если так смотреть на него, оно должно быть переведено, что в мифах Древней Греции, которые мы можем, соответственно, которые были зафиксированы нами вот при помощи каких-то источников, есть такой-то персонаж, он там так описывается. То есть мы не про объект говорим реальный, а про его, а про описание, скажем так, некоторого вот этого самого объекта нереального. Но по сути-то мы говорим про тексты мифологические. То же самое мы делаем с Шерлоком Холмсом, его же, ну, в общем-то, не было, в том смысле, в котором его Конан Дейл описывал. Но мы же ссылаемся на содержание книги, по большому счету. И почему мы, по большому счету, мне кажется, мы то же самое делаем в контексте истории. То есть я не имею в виду, что история там фейки какие-то плодит или еще что-то, а в том плане, что мы точно так же, по сути, просто ссылаемся на какой-то источник в рамках нашего обыденного с вами общения. И точно так же, как в случае с подчас употреблениями каких-то математических выражений, для которых у нас нет доказательств каких-либо. Или мы можем их не знать, там, условно. Мы можем не знать доказательства теоремы Пифагора, но мы как бы ссылаемся на тех людей, которые вроде как, по идее, его знают, сделали и все прочее. Поэтому мы нормально знаем значение утверждения про теорему Пифагора, в том числе и как бы нормально его используем. Точно так же мы ссылаемся на историков, когда они... Точнее, мы ссылаемся на то, что говорится в истории про Гая Юлия Цезаря. Мы ссылаемся на мифологию, где говорится, про Зевса, на книжки Конан Дойла, когда мы говорим про Шерлока, и на Роулинг, когда мы говорим про Гермиону, например. Похожа во всех случаях история абсолютно в рамках нашего, опять же, вот такого обыденного употребления слов. Тут, мне кажется, действительно, тут другой вопрос для каждой из этих областей тогда возникает, конкретно уже в рамках внутри этих областей, а что значит там им иметь какое-то там... Что значит в рамках истории условия истинности для утверждения про Цезаря? Но это уже не совсем естественный язык, это уже язык такой исторический, что ли, наверное, вот такого формата. Ну и с математикой совсем понятно, это максимально такая специфическая область деятельности. То есть там что значит знать значение теоремы Пифагора? В том числе знать доказательства теоремы этой. Но мы-то, когда говорим про теорему Пифагора, мы можем и не знать доказательства. Вот. Вот вопрос такой. Если эксперты, на которых мы ссылаемся, ошиблись, то тогда что считать значением высказываний, в которых мы используем эту ссылку? Например, ну вот, известная история с Шекспиром. Как бы там есть огромная литературоведческая традиция, в которой существует представление о Шекспире как авторе того всего и Пятого, Десятого. И тут вдруг выясняется, допустим, значит, это, ну, каким-то неопровержимым свидетельством нам, значит, показано, что это совершенно другой человек, значит, написал все эти произведения, и звали его никакой не Шекспир, и, значит, может быть, даже это и не один человек, а несколько, и, может быть, это даже женщина, и вообще, черт знает, что такое. А Шекспир – это совсем другой мужик. Вот. И, скажем, что мы после этого должны считать значением утверждения, скажем, у Шекспира была борода? Какого Шекспира? То есть, если я правильно понимаю, с точки зрения реализма, мы должны сказать, что, ну, мы, да, мы ошибались в том, на какого индивида указывает имя Шекспир, поэтому мы до сих пор считали, что, значит, условия верификации у этого высказывания такие-то, но на самом деле они другие, но на условия истинности это высказывание это никак не повлияло. Как оно означало то, что у реального Шекспира была реальная борода, так оно и означает это же самое. А вот, ну, с точки зрения верификационистов, наверное, в тот момент, когда мы поняли, что Шекспир – это не тот человек, которого мы все имели в виду до сих пор, у нас должны измениться те значения, которые мы приписываем подобным высказываниям. Здесь сложность в противопоставлении условий истинностной семантики и новых теорий референции, которые как раз вот с жесткими диссигнаторами работают и прочими вещами. Достоверно известно, что Шекспир, это исторический факт, имел образование два класса, не более и не менее. Вот, это исторический факт, который связывает данного индивида, на который мы можем указать. Ну, и в рамках новых теорий референции никак нельзя попытаться работать с дискрипциями, когда мы говорим об индивиде по имени Шекспир. Это конкретный индивид с двумя классами начального образования. Условия истинностной семантики строятся по схеме Фреги-Рассела. Ну, в Фреге, скорее, мы выстраиваем какую-то трехуровневую семантику. Ну, можно и по Расселу. По дискрипции, они толкуются чем-то вроде смыслов и так далее. И мы говорим, что Шекспир это на самом деле вождь мирового пролетариата или еще что-то. Но это не относится к реальности. Это может оказаться вполне ошибочным. Это плохо верифицируемо. А новые теории референции, они хорошо сочетаются с верификацией. Историки установили два класса начального образования. Все, это факт. Это зафиксированный факт. Интересно, а какая теория референции у Дамитена? Семантику интересно было бы связать с теорией референции и как-то поработать в этом направлении. Но, конечно, мы далеко выйдем за рамки статьи. Может быть, мой вопрос является излишним. Ну и вот пока никто не отвечает на вопрос Дмитрия Владимировича. Я могу продолжить рассуждение про изменившиеся значения с теми же самыми математическими теоремами. Предположим, у нас есть какое-то математическое высказывание, которое считается теоремой, потому что какой-то авторитетный математик представил работу, где вроде бы как оно доказано. И вот мы в соответствии с верификацией сертификационистской семантикой говорим, что значением этого утверждения является вот этот способ его доказательства. Но потом оказывается, что в доказательстве ошибка, что на самом деле никакая-то не теорема, ну просто высказывание с неопределенным статусом. И должны ли мы тем самым признать, что то значение, которое мы до сих пор этому высказыванию приписывали, мы больше приписывать не можем, что мы больше не понимаем, что там сказано, или не должны. Нам срочно нужен два метра наше обсуждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!